Да, устраивайся поудобнее. Бэу. О, вау, хорошо. Ты не пользуешься наушниками? Нет, хорошо. Я имею в виду, как близко мне нужно подойти к этой штуке. Чем ты ближе, тем сексуальнее ты звучишь. Привет, детка суп. Да. Не могу насытиться тобой, детка. Я собираюсь вырезать это, и в любой момент, когда кто-нибудь напишет мне сообщение на мой телефон, я просто отвечу этим. Если ты хочешь мое тело и считаешь меня сексуальным, прямо скажи мне об этом. Делай, 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 делай. Такой забавный. Такой хороший. Хорошо, активируй серьезный режим, хорошо. Серьезный режим. Давай твой русский, ты можешь быть серьезным. Да, я знаю, в России все всегда серьезны. Да, да, мы доберемся туда. Мы доберемся туда. Ты просто размяк. Позволь мне сказать, что запуск SpaceX людей на орбиту 30 мая 2020 года многими был воспринят как первый шаг в новую эроосвоение человеком космоса. Эти полеты человека в космос были маяком надежды для меня и для миллионов людей в течение последних двух лет, поскольку наш мир переживает один из самых сложных периодов в новейшей истории человечества. Мы видим рост раскола, страха, цинизма и потери общей человечности как раз тогда, когда это нужно больше всего. Итак, во-первых, Илон, позволь мне сказать спасибо тебе за то, что ты дал миру надежду и повод радоваться будущему. О, как мило с твоей стороны так говорить. Я действительно хочу это сделать. У человечества, очевидно, много проблем, и люди иногда совершают плохие поступки, но несмотря на все это, я люблю человечество и думаю, что мы должны это сделать. Убедись, что мы делаем все возможное, чтобы у нас было хорошее будущее и захватывающее будущее, в котором это максимизирует счастье людей. Позволь мне спросить о демо версии Crew Dragon 2. Итак, тот первый полет с людьми на борту, как ты себя чувствовал перед этим запуском? Тебе было страшно? Ты был взволнован? О чем ты думал? Так много было поставлено на карту? Да, нет, это был чрезвычайно напряженный момент. В этом вопросе мы, очевидно, ни в коем случае не могли их подвести. Так что я бы сказал, крайне напряженный, если не сказать больше. Я был уверен, что в то время, когда мы начинали, никто не мог придумать ничего такого, что могло бы повысить вероятность успеха. И мы ломали голову, чтобы придумать любой возможный способ. Чтобы повысить вероятность успеха, мы не могли придумать ничего большего, как и НАСА, и это просто лучшее, что мы могли сделать. Поэтому мы пошли дальше и запустили. Я не религиозный человек, но тем не менее я встал на колени и помолился за эту миссию. Ты смог заснуть? Нет. Каково это было, когда она увенчалась успехом? Сначала, когда запуск прошел успешно, и когда они вернулись домой или обратно на Землю? Это было большое облегчение. Да. В стрессовых ситуациях я нахожу это не столько восторг, сколько облегчение. И я думаю, однажды, когда мы почувствовали себя более комфортно и проверили системы, ведь мы действительно должны убедиться, что все работает. Это определенно было намного приятнее с последующими миссиями на астероидах. И я подумал, что миссия Inspiration на самом деле была очень вдохновляющей, миссия Inspiration 4. Я бы посоветовал людям посмотреть документальный фильм «Вдохновение» на Нетфликс, он на самом деле действительно хорош. И это действительно не так, я действительно был вдохновлен этим, так что я почувствовал, что могу наслаждаться реальной миссией, а не просто постоянно испытывать сильный стресс. Итак, для людей, которые почему-то не знают, это все гражданское население, впервые все гражданское население выходит в космос на орбиту. Да, я думаю, это был самый высокий некролог за последние, я не знаю, 30 или 40 лет, или что-то в этом роде, единственный, который был выше, был один шаттл. Извините, миссия по обслуживанию Хаббла. А до этого это был бы Аполлон в 72-м году. Это было довольно дико. Так что это круто. Это хорошо. Я думаю, что как вид мы хотим продолжать совершенствоваться и достигать более высоких высот. Я думаю, было бы трагично, чрезвычайно трагично, если бы Аполлон был высшим достижением человечества, и это все, чего мы когда-либо достигли. И это касается того, что мы здесь спустя 49 лет после последней миссии на Луну. И таким образом прошло почти полвека, а мы так и не вернулись. И это вызывает беспокойство, это похоже на то, означает ли это, что мы достигли пика как цивилизации или что? Я думаю, мы должны вернуться на Луну и построить там базу, научную базу. Я думаю, мы могли бы многое узнать о природе Вселенной, если бы у нас была надлежащая научная база на Луне. У нас есть научная база в Антарктиде и во многих других частях света. Так вот, я думаю, что следующая большая вещь, которую мы должны сделать, это серьезная база на Черной Луне, а затем отправить людей на Марс. Отправиться туда и стать космической цивилизацией. Я спрошу тебя о некоторых из этих деталей. Но поскольку ты так занят сложными инженерными задачами, связанными со всем, что с этим связано, ты все еще способен восхищаться магией всего этого, космических путешествий. Каждого раза, когда ракета взлетает, особенно когда это грубая миссия, или ты просто настолько перегружен всеми проблемами, которые тебе приходится решать? И на самом деле, как бы в дополнение к этому, причина, по которой я хотел задать этот вопрос 30 мая, заключалась в том, что прошло некоторое время. Так что вы уже можете оглянуться назад и подумать о последствиях. В то время, возможно, это была инженерная проблема, а теперь это становится историческим моментом. Как будто это такой момент, сколько моментов запомнится в 21 веке. Для меня это или что-то в этом роде. Может быть, вдохновение четыре или один из них запомнится как первые шаги новой эры освоения космоса. Да, я имею в виду во время самих запусков. Так что я имею в виду, я думаю, может быть, некоторые люди будут знать. Но многие люди не знают, что на самом деле я главный инженер SpaceX. Так что я подписал почти все проектные решения. Значит, если с этим автомобилем что-то пойдет не так, то в основном это моя вина? Так что я действительно просто думаю обо всех вещах, которые мне нравятся, поэтому когда я вижу ракету, я вижу все, что может пойти не так. И то, что могло бы быть лучше, и то же самое с космическим кораблем Dragon. Другие люди скажут, о, это космический корабль или ракета. И это выглядит действительно круто. Я такой. У меня есть что-то вроде считывания вот этих рисков, вот этих проблем. Это то, что я вижу. Похоже, это не то, что видят другие люди, когда видят продукт. Так что позволь мне попросить тебя проанализировать Starship таким же образом. Я знаю, что ты это сделал, в ближайшем будущем ты расскажешь немного подробнее о Starship. Возможно, у тебя это было, мы можем поговорить об этом прямо сейчас, если хочешь. Но точно так же, как ты сказал, видишь, когда ты видишь ракету, ты видишь что-то вроде списка рисков. Точно так же ты сказал, что звездолет действительно сложная проблема. Итак, я могу задать этот вопрос многими способами, но если бы ты волшебным образом мог идеально решить одну проблему, одну инженерную проблему, какая бы это была проблема? На звездолете? На, извини, на звездолете. Так, может быть, это связано с эффективностью двигателем, весом различных компонентов, сложностью различных вещей, может быть, с управлением сумасшедшей вещью, которую он должен сделать, чтобы приземлиться? Нет, на самом деле, безусловно, самое важное, что я решаю в свое время, это производство двигателей. Они дизайн двигателя, но я часто говорил, что прототипы это просто. Производство это сложно. Итак, у нас самый совершенный ракетный двигатель, который когда-либо был разработан. Потому что я говорю, что в настоящее время лучшим ракетным двигателем, вероятно, является РД-180 или РД-170, по сути, двойной российский двигатель. И все же я думаю, что двигатель должен учитываться только в том случае, если он выводит что-то на орбиту. Итак, наш двигатель еще ничего не вывел на орбиту, но это так, это первый двигатель, который на самом деле лучше российских двигателей РД, которые были потрясающей конструкцией. Значит, ты говоришь о двигателе Репто. Что делает его удивительным? Каковы различные его аспекты, которые делают его таким, что тебя больше всего волнует? Работает ли все это с точки зрения эффективности и всего такого рода вещей? Ну, это же Раптор, полнопоточный двигатель внутреннего сгорания, и он работает при очень высоком давлении ТАВР. Итак, одна из ключевых фигур, заслуга, возможно, ключевая цифра заслуг, заключается в том, каково давление в камере, при котором может работать ракетный двигатель. Это давление в камере сгорания. Так что Раптор рассчитан на работу при давлении 300 бар, возможно, даже выше, чем стандартные атмосферы. Рекордсменом на данный момент по эксплуатационному двигателю является двигатель РД, о котором я упоминал, российский РД, который, по-моему, составляет около 267 бар. И сложность давления в камере увеличивается нелинейно. Таким образом, увеличение давления ТАВР на 10% больше, чем на 50% сложнее, но это давление воздуха. Это то, что позволяет получить очень высокую плотность мощности для двигателя. Таким образом, обеспечивается очень высокое соотношение тяги к весу и очень высокий удельный импульс. Таким образом, удельный импульс — это как показатель эффективности ракетного двигателя. На самом деле это выхлоп — эффект скорости выхлопа газа, выходящего из двигателя. При очень высоком давлении в камере у вас может быть компактный двигатель, который, тем не менее, имеет высокий коэффициент расширения, который представляет собой соотношение между выходным соплом и горловиной. Вы видите, что ракетный двигатель имеет форму песочных часов. Это похоже на камеру, а затем она сужается вниз, и там есть сопло и соотношение выходного диаметра к коэффициенту расширения горловины. Так почему же этот двигатель так сложно изготовить в масштабе? Он очень сложный. Что значит «сложность»? Здесь задействовано много компонентов. Здесь много компонентов и много уникальных материалов. Поэтому нам пришлось изобрести несколько сплавов, которых не существует, чтобы заставить этот двигатель работать. Так что это тоже проблема материалов? Это проблема с материалами, и при ступенчатом сжигании, при сжигании на полной ступени, в системе есть много контуров обратной связи. По сути у вас есть топливо и горячий газ, поступающие одновременно в очень много разных мест двигателя, и все они оказывают рекурсивное влияние друг на друга. Так что если ты изменишь здесь что-то одно, это окажет рекурсивное влияние здесь. Это что-то изменит и там. И это довольно трудно контролировать. Есть причина, по которой никто не делал этого раньше. И причина, по которой мы делаем полный поток сценических волнений, заключается в том, что он обладает максимально возможной теоретической эффективностью. Итак, для того, чтобы создать полностью разумную ракету, которая действительно является святым граалем орбитальной ракетостроения, у тебя должно быть все самое лучшее. Это должен быть лучший двигатель, лучший планер, лучший теплозащитный экран, чрезвычайно легкая авионика, очень умные механизмы управления. Ты должен сбросить массу любым возможным способом. Например, мы вместо того, чтобы ставить посадочные опоры на ракету-носитель и корабль, собираемся зацепить их башней, чтобы сэкономить вес посадочных опор. Так что это похоже на то, я имею в виду, что мы говорим о том, чтобы поймать самый большой летающий объект, когда-либо созданный на гигантской башне с помощью палочек для еды. Это похоже на каратиста с мухой, но намного больше. Я имею в виду потянуть что-нибудь, это, вероятно, не сработает с первого раза. Так что это бананы. Это банановые штучки. Итак, ты упомянул, что сомневаешься, а не сомневаешься, но бывают дни или моменты, когда ты сомневаешься в том, что это вообще возможно. Это так трудно. Возможная часть такова. Ну, на данном этапе мы, я думаю, заставим звездолет работать. Тут вопрос времени. Сколько времени нам потребуется, чтобы это сделать? Сколько времени нам потребуется, чтобы действительно добиться полной и быстрой возможности повторного использования? Ведь, вероятно, пройдет много запусков, прежде чем мы сможем обеспечить полную и быструю возможность повторного использования. Но я могу сказать, что физика подводит итоги, а мы нет. На данный момент я бы сказал, что мы уверены в том, что, скажем так, я очень уверен, что успех заключается в наборе всех возможных результатов. ММ, верно, это не во всем наборе. Какое-то время я не был уверен, что успех заключается в наборе возможных результатов, что на самом деле очень важно. Но так что... Значит, ты говоришь, что шанс есть? Я говорю, что шанс есть. Вот именно. Просто не знаю, сколько времени это займет. Но у нас очень талантливая команда. Они работают день и ночь, чтобы это произошло. Как я уже сказал, самое важное, чего нужно достичь с помощью революции в космических полетах и для того, чтобы человечество стало космической цивилизацией, это иметь полностью и быстро многоразовую ракету, орбитальную ракету. Еще даже не было ни одной орбитальной ракеты, которая была бы полностью многоразовой. И это всегда было святым граалем ракетостроения, и многие умные люди, очень умные люди, пытались сделать это раньше, но им это не удалось. Ведь это такая сложная проблема. В чем твой источник веры в подобных ситуациях, когда инженерная задача настолько сложна? Есть много экспертов, многими из которых ты восхищаешься, которые потерпели неудачу в прошлом. Да. Многие люди, многие эксперты, может быть, журналисты, все виды общественности в целом, сильно сомневаются в том, возможно ли это, и вы сами знаете. Что даже если это не узловой набор? А не пустой набор? Успеха. Это все равно маловероятно или очень трудно. Куда ты идешь как лично, так и интеллектуально, как инженер, как команда? За источником силы, необходимым для того, чтобы пройти через это и продолжать проект, довести его до завершения. Я полагаю, что сила. Хм. На самом деле я не так думаю о вещах. Я имею в виду, что для меня просто это то, что важно сделать, и мы должны просто продолжать это делать или умереть, пытаясь, и мне не нужен источник силы. Так что бросить курить, это даже не похоже на... Это не так, это не в моем характере. Хорошо. И мне плевать на оптимизм или пессимизм. К черту это, мы сделаем это. Мы сделаем это. Не мог бы ты затем вернуться к конкретным проблемам со звездолетом или любым инженерным проблемам, над которыми ты работаешь? Не мог бы ты попытаться проанализировать свою конкретную биологическую нейронную сеть, свой мыслительный процесс и описать, как ты продумываешь проблемы, различные инженерные и проектные проблемы? Есть ли какой-то систематический процесс, о котором ты говорил, мышление на основе первых принципов? Но есть ли что-то вроде «да, абсолютно» процесс? Говорящий типа физика на низком уровне, а все остальное было рекомендацией. Я встречал много людей, которые могут нарушить закон, но я никогда не встречал никого, кто мог бы нарушить физику. Поэтому сначала при любой технической проблеме ты должен просто убедиться, что ты не нарушаешь физику. Анализ первых принципов, я думаю, это то, что может быть применено действительно к любой сфере жизни, к чему угодно на самом деле. На самом деле это просто говорит о том, что давайте сведем кое-что к самым фундаментальным принципам, к вещам, в которых мы наиболее уверены, которые верны на основополагающем уровне, и это устанавливает вашу аксиоматическую базу, а затем вы рассуждаете оттуда. А затем ты сверяешь свой вывод с аксиоматической истиной. Некоторые основы физики звучали бы так. Нарушается сохранение энергии или импульса, или что-то в этом роде, тогда это не сработает. Так что это просто для того, чтобы установить, возможно ли это. И тогда еще один хороший инструмент физики — думать о вещах в пределе. Если ты берешь конкретную вещь и масштабируешь ее до очень большого числа или до очень малого, как все меняется? Как по количеству производимых тобой вещей, что-то в этом роде, так и по времени? Да, давай, скажем, возьмем пример производства, которое, я думаю, просто очень недооцененная проблема. Как я уже сказал, гораздо сложнее взять деталь с передовой технологией и внедрить ее в массовое производство, чем спроектировать ее в первую очередь. Чем больше, тем лучше. Итак, предположим, что ты пытаешься выяснить, почему эта деталь или продукт стоит дорого. Это из-за чего-то принципиально глупого, что мы делаем? Или это потому, что у нас слишком низкий объем, и тогда ты говоришь, хорошо, а что если бы наш объем составлял миллион единиц в год? Это все еще дорого? Вот в чем я радикал, думая о вещах до предела. Если это слишком дорого, миллион единиц в год, то объем — это не причина, по которой твоя вещь дорогая. В дизайне есть что-то фундаментальное. И тогда ты можешь сосредоточиться на снижении сложности или что-то в этом роде в дизайне. Нужно изменить дизайн, изменить деталь, чтобы она была чем-то принципиально недорогим. Это обычное дело в ракетостроении, потому что удельный объем относительно невелик, и поэтому распространенным оправданием было бы. Ну, это дорого. Потому что наш удельный объем невелик. А если бы мы занимались автомобилестроением или чем-то в этом роде, или бытовой электроникой, то наши затраты снизились бы. Я такой, хорошо, давай предположим, что мы пропускаем, теперь ты производишь миллион единиц в год. Это все еще дорого? Если ответ «да», то экономия на масштабе не проблема. Ты вкладываешь деньги в производство, ты вкладываешь деньги в цепочку поставок, ты говорил о ресурсах, материалах и тому подобном. Ты вкладываешь это в расчет, пытаясь рассуждать исходя из первых принципов, как мы собираемся заставить цепочку поставок работать здесь. Да, да. А затем стоимость материалов и тому подобное, или это слишком много? Да. Точно. Хороший пример того, как думать о вещах в пределе, это если ты берешь любой продукт, любую машину или что-то еще, например, ракету или что-то еще, и говоришь, если у тебя есть, если ты посмотришь на сырье в ракете, то у тебя будет что-то вроде алюминия, стали, титана, инконеля, специальных сплавов меди. И ты спрашиваешь, каков вес составляющих элементов каждого из этих элементов и какова их сырьевая ценность. И это устанавливает асимптотический предел того, насколько низкой может быть стоимость транспортного средства, если только вы не измените материалы. И тогда, когда вы это делаете, я называю это, может быть волшебным числом один, или что-то в этом роде. Это было бы похоже на то, что если бы у тебя была просто куча вот этого сырья, и ты мог бы взмахнуть волшебной палочкой и переставить атомы в окончательную форму. Это была бы самая низкая возможная стоимость, за которую ты мог бы сделать эту вещь, если только ты не изменишь материалы. Так вот, и это всегда, почти всегда очень низкое число. Так вот, что на самом деле делает вещи дорогими, так это то, как вы придаёте атомам желаемую форму. Да, на самом деле, если ты не возражаешь, я немного отвлекусь. У меня был случай, я часто разговариваю с Джимом Кёллером, который работал с тобой в качестве. А да, Джим проделал огромную работу в Тесла. Так что я полагаю, он несёт в себе пламя того же рода мышления, о котором ты сейчас говоришь. Я думаю, я вижу то же самое в Тесла и SpaceX, люди, которые там работают, они как бы усваивают этот образ мышления, и это становится почти очевидным. Но в любом случае, у меня были аргументы, а не аргументы. Он рассказал мне о том, насколько дёшево может обойтись производство робота Тесла. Мы просто поссорились. Как ты можешь снизить стоимость, масштаб производства робота? Потому что до сих пор у меня была возможность довольно много взаимодействовать, очевидно, в академических кругах, с роботами-гуманоидами, а затем с Boston Dynamics и тому подобными вещами. И их очень дорого строить. А потом Джим как бы научил меня говорить что-то вроде «Хорошо, это своего рода первые принципы, когда мы думаем о том, как мы можем снизить стоимость производства». Я полагаю, ты так и поступаешь? Ты так думал для Тесла Батт и для всех видов сложных систем, которые традиционно считаются сложными, и ты говоришь «Хорошо, как мы можем всё упростить». Да. Я имею в виду, я думаю, что если ты действительно хорош в производстве, ты в основном можешь производить, при больших объёмах, ты в основном можешь производить всё, что угодно, по цене, которая асимптотически приближается к стоимости сырья, из составляющих, плюс любая интеллектуальная собственность, которую вам нужно лицензировать. Всё, что угодно. Правильно. Но это сложно. Не то, чтобы это было очень сложно сделать, но это возможно для всего. Из чего угодно по объёму можно сделать, как я уже сказал, по цене, которая асимптотически приближается к стоимости сырья, плюс лицензионные права на интеллектуальную собственность. Так что часто при попытке спроектировать продукт, люди начинают с инструментов, деталей и методов, с которыми они знакомы, и пытаются создать продукт, используя свои существующие инструменты и методы. Другой способ подумать об этом, это на самом деле представить себе, попытаться представить себе платонический идеал идеального продукта или технологии, чем бы это ни было, и сказать, что это такое, каково идеальное расположение атомов, которое было бы наилучшим возможным продуктом. А теперь давай попробуем выяснить, как получить атомы такой формы. Я имею в виду, это звучит почти как абсурд Рика и Морти, пока ты не начнешь по-настоящему думать об этом, и тебе действительно стоит подумать об этом таким образом, потому что все остальное, это своего рода, если ты думаешь, что можешь пасть жертвой импульса того, как все делалось в прошлом, если ты не думаешь таким образом. Но просто в силу инерции люди захотят использовать те же инструменты и методы, с которыми они знакомы. Это то, что они будут делать по умолчанию. Да, и тогда это приведет к результату, который может быть получен с помощью этих инструментов и методов, но вряд ли будет платоническим идеалом идеального продукта. Так вот, почему хорошо думать о вещах в обоих направлениях, например, что мы можем построить с помощью имеющихся у нас инструментов, но также и как выглядит идеальный, теоретически совершенный продукт. И этот теоретически совершенный продукт будет движущейся мишенью, потому что по мере того, как ты узнаешь больше, определение этого идеального продукта будет меняться, потому что на самом деле ты не знаешь, что такое идеальный продукт, но ты можешь успешно приблизиться к более совершенному продукту. Итак, подумав об этом таким образом, а затем сказав, «Хорошо, а теперь какие инструменты, методы, материалы, что угодно, нам нужно создать, чтобы получить атомы в такой форме». Но люди очень редко думают об этом таким образом. Но это мощный инструмент. Я должен упомянуть, что блестящий Шивон Зилист тусуется с нами на случай, если ты услышишь голос мудрости извне, сверху. Хорошо. Итак, позволь мне спросить тебя о Марсе. Ты упомянул, что для науки было бы здорово разместить базу на Луне, провести некоторые исследования, но по-настоящему большой скачок. Опять же, в этой категории кажущихся невозможными — это отправить человека на Марс. Как ты думаешь, когда SpaceX высадит человека на Марс? В лучшем случае это около пяти лет, в худшем — десять лет. Каковы, по-твоему, определяющие факторы с инженерной точки зрения? Или это не узкие места? Нет, по сути, ты проектируешь автомобиль. Я имею в виду, что звездолет — это самая сложная и совершенная ракета, которая когда-либо была создана, я не знаю, на порядок или что-то в этом роде. Это очень много. Это действительно новый уровень. И фундаментальная оптимизация звездолета заключается в минимизации затрат на тонну выведения на орбиту и, в конечном счете, затрат на тонну доставки на поверхность Марса. Это может показаться меркантильной целью, но на самом деле это то, что нужно оптимизировать. Существует определенная стоимость за тонну на поверхности Марса, где мы можем позволить себе построить самодостаточный город. И, кроме того, мы не можем позволить себе это сделать. Итак, прямо сейчас ты можешь полететь на Марс за один триллион долларов. Ни за какие деньги ты не купишь билет на Марс. Так что нам нужно сделать это выше, чтобы это выглядело как нечто такое, что вообще возможно. Мы не хотим просто хотеть иметь с Марсом флаги и следы, а потом не возвращаться в течение полувека, как мы это сделали с Луной. Для того, чтобы пройти очень важный, отличный фильтр. Я думаю, мы должны быть многопланетным видом. Для многих людей это звучит несколько эзотерично, но в конце концов, если дать достаточно времени, Земля, скорее всего, столкнется с каким-нибудь бедствием. Это может быть что-то, что люди делают с собой, или внешнее событие, подобное случившемуся с динозаврами. Но если, в конце концов, если ничего этого не произойдет, и каким-то волшебным образом мы продолжим движение, то Солнце появится, Солнце постепенно расширится и поглотит Землю. И, вероятно, Земля станет слишком горячей для жизни примерно через 500 миллионов лет. Это долгий срок, но это всего на 10% дольше, чем существует Земля. И поэтому, если ты подумаешь о нынешней ситуации, это действительно замечательно, и в это трудно поверить, но Земле уже около 4,5 миллиардов лет. И это первый раз за 4,5 миллиарда лет, когда стало возможным продлить жизнь за пределами Земли. И это окно возможностей может быть открыто в течение длительного времени, и я надеюсь, что так оно и есть, но оно также может быть открыто в течение короткого времени. И мы должны, я думаю, с нашей стороны разумно действовать быстро, пока окно открыто. На всякий случай, если она закроется. Да, существование ядерного оружия, пандемии, всевозможные угрозы, да. Это должно дать нам некоторую мотивацию. Я имею в виду, цивилизация может пострадать, может погибнуть с треском или хныканьем. Если она умрет от демографического коллапса, то это скорее хныканье, очевидно. А если это Третья мировая война, то это скорее взрыв, но все это риски. Я имею в виду, что важно думать об этих вещах, и просто о таких вещах, как вероятность и неуверенность, есть вероятность, что на Земле произойдет что-то плохое. Я думаю, что скорее всего будущее будет хорошим. Но скажем, ради аргументации, вероятность того, что цивилизация погибнет, составляет один процент в столетие. Как будто такова была оценка Стивена Хокинга. Я думаю, что в этом он может быть прав. Мы должны в основном думать об этом, будучи многопланетным видом, точно так же, как о страховании самой жизни, как о страховании жизни на всю жизнь. Это очень быстро превратилось в рекламный ролик. Страхование жизни на всю жизнь, да. И мы можем привести существ, растения и животных с Земли на Марс и вдохнуть жизнь в планету, и иметь вторую планету с жизнью. Это было бы здорово. Они не могут сами себя туда доставить, так что если мы не доставим их на Марс, то они все равно наверняка все умрут, когда Солнце расширится, и тогда на этом все закончится. Как ты думаешь, что является самым сложным аспектом построения цивилизации на Марсе? Терраформирование Марса, например, с инженерной точки зрения, с финансовой точки зрения, с человеческой точки зрения, чтобы получить там большое количество людей, которые никогда не вернутся обратно на Землю? Нет, они, конечно, могут вернуться, некоторые вернутся обратно на Землю. Они предпочтут остаться там на всю оставшуюся жизнь. Да, многие так и поступят. Нам нужны обратно космические корабли, вроде тех, что летят на Марс, они нам нужны обратно, так что ты можешь запрыгнуть на них, если хочешь. Но мы не можем просто не вернуть космические корабли, эти вещи дорогие, они нам нужны обратно. Я бы хотел вернуться и записать их путешествие в дневник. Я имею в виду, думаешь ли ты об аспекте терраформирования и, собственно, строительства? Неужели ты так сосредоточен прямо сейчас на части космических кораблей, которая так важна для полета на Марс? Да, да. Мы абсолютно уверены, что если ты не можешь туда попасть, все остальное не имеет значения. И, как я уже сказал, мы не можем попасть туда по какой-то необычайно высокой цене. Я имею в виду, что в настоящее время стоимость доставки, скажем, одной тонны на поверхность Марса, составляет порядка миллиарда долларов. Ведь тебе нужна не просто ракета, запуск и все такое, тебе нужен теплозащитный экран, тебе нужна система наведения, тебе нужна связь в глубоком космосе, тебе нужна какая-то система посадки. Так что примерно приблизительное приближение составило бы миллиард долларов за тонну на поверхность Марса прямо сейчас. Это явно слишком дорого для создания самодостаточной цивилизации. так что нам нужно улучшить это по крайней мере в тысячу раз. Миллион за тонну? Да, в идеале меньше, намного меньше миллиона тонн. Ты должен сказать, ну сколько общество может позволить себе потратить или хотеть потратить на самоподдерживающийся город на Марсе. Самоподдерживающаяся часть очень важна. Как будто это просто ключевой порог, благодарный тому, что мы пройдем, когда город на Марсе сможет выжить. Даже если космические корабли с Земли перестанут пребывать по какой-либо причине, не имеет значения, в чем причина. Но если они перестанут приходить по какой-либо причине, она вымрет или нет? И если не хватает хотя бы одного критического ингредиента, то это все равно не считается. Это как если бы ты находился в долгом морском путешествии, и у тебя было все, кроме витамина С. Это только вопрос времени, ты умрешь. Так что мы должны довести марсианский город до такой степени, чтобы он стал самоподдерживающимся. Я не уверен, что это действительно произойдет при моей жизни, но я надеюсь увидеть, как он по крайней мере наберет обороты. И тогда ты мог бы сказать, хорошо, какой минимальный тоннаж необходим для того, чтобы иметь самодостаточный город. И в этом есть много неопределенности. Ты мог бы сказать, я не знаю, это, наверное, не менее миллиона тонн. Ведь на Марсе нужно создать много инфраструктуры. Как я уже сказал, ты не можешь упускать ничего такого, чего не может быть, чтобы быть самодостаточным, например, тебе нужны полупроводники и фабрики. Тебе нужны заводы по переработке железной руды. Тебе нужно много чего, понимаешь? А Марс не очень-то гостеприимен. Это наименее негостеприимная планета, но это определенно лучшая часть планеты. За пределами Земли. Да, Земля довольно хороша. Земля вроде как легкая. Да. И кроме того, мы должны внести ясность в Солнечную систему. Да, в Солнечной системе. Там могут быть хорошие места для отдыха. Там может быть несколько замечательных планет, но это безнадежно, слишком трудно туда добраться. Да, очень-очень-очень-очень. Слишком сложно, если не сказать больше. Позволь мне отыграться на этом. На самом деле это не отыграться, а быстрый кривой вопрос. Значит, ты все-таки упомянул физику в качестве первой отправной точки. Общая теория относительности допускает наличие червячных дыр. Технически они могут существовать. Как ты думаешь, смогут ли люди когда-нибудь использовать их для быстрого перемещения со скоростью света? Или ты хочешь сказать, что идея с червоточиной спорна? В настоящее время мы не знаем ни одного способа двигаться быстрее скорости света. Есть некоторая идея о том, чтобы иметь пространство. Ты собираешься двигаться со скоростью света в пространстве, но если ты сможешь заставить двигаться само пространство, это будет искривление пространства. Пространство способно двигаться быстрее скорости света. Верно. Как и Вселенная во время Большого взрыва, Вселенная расширилась со скоростью, намного превышающей скорость света. Да. Если это возможно, то количество энергии, необходимое для искривления пространства, настолько велико, что уму непостижимо. Итак, вся работа, которую ты проделал с двигателями, сколько инноваций возможно с ракетными двигателями? Я имею в виду, ты видел все это, и ты постоянно внедряешь инновации в каждом аспекте. Как много возможно? Например, сколько ты можешь как-то получить 10 на? Есть ли там что-то такое в физике, что можно значительно улучшить с точки зрения эффективности двигателя и всего такого рода вещей? Ну, как я уже говорил, на самом деле, Святой Грааль — это полностью и быстроразвивающаяся орбитальная система. Прямо сейчас Falcon 9 — единственная ракета многоразового использования. Ракета-носитель возвращается и приземляется, ты видел видео. И мы получили обратно носовой обтекатель или обтекатель, но мы не получаем обратно верхнюю ступень. Это означает, что у нас минимальные затраты на строительство верхней ступени. Ты можешь представить себе двухступенчатую ракету, похожую на два самолета, большой самолет и маленький самолет, и мы получим обратно большой самолет, но не маленький самолет. Итак, это все равно дорого стоит. Эта верхняя ступень стоит не менее 10 миллионов долларов. И потом, степень использования ракеты-носителя не так быстра и полностью многоразово, как нам хотелось бы в порядке с глоткой. Таким образом, наша минимальная предельная стоимость, не считая накладных расходов на один рейс, составляет порядка 15-20 миллионов долларов, может быть. Это очень хорошо, это намного лучше, чем любая ракета, когда-либо существовавшая в истории. Но при полной, быстрой возможности повторного использования, мы можем снизить стоимость одной тонны на орбиту в сто раз. Просто подумай об этом так, как если бы у тебя был самолет, или что-то в этом роде, или автомобиль. И если бы тебе приходилось покупать новую машину каждый раз, когда ты отправляешься кататься, это было бы очень дорого. Честно говоря, это было бы глупо. МММ. Но на самом деле ты просто заправляешь машину или подзаряжаешь ее, и это делает твою поездку, я не знаю, в тысячу раз дешевле. Так что то же самое относится и к ракетам. Очень трудно сделать такую сложную машину, которая может выходить на орбиту. И поэтому, если вы не можете использовать ее повторно, и вам придется выбросить даже какую-либо значительную ее часть, это значительно увеличит стоимость. Теоретически стоимость запуска звездолета может составить около миллиона, может быть два миллиона долларов или что-то в этом роде. И вывести на орбиту более ста тонн, что безумие. Да, это невероятно. Так ты говоришь, что, безусловно, самый большой выигрыш для доллара это сделать его полностью многоразовым, а не каким-то блестящим прорывом в теоретической физике. Нет, 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 нет никакого блестящего бреа, нет, нет. Мы должны сделать ракету многоразовой, это чрезвычайно сложная инженерная задача. Я понял. Но никакой новой физики не требуется. Просто блестящая инженерия. Позволь мне задать слегка философский забавный вопрос. Я должен спросить. Я знаю, что ты сосредоточен на том, чтобы попасть на Марс, но как только мы окажемся там, на Марсе, какая форма правления, экономическая система, политическая система, по-твоему, была бы лучшей для ранней цивилизации людей? Я знаю, что ты действительно сосредоточен на краткосрочной инженерной мечте, но это похоже на то, что я не знаю. Есть что-то такое в том, чтобы представить себе реальную цивилизацию на Марсе, что дает людям, конечно, действительно дает людям надежду. Что же это был бы новый рубеж и возможность переосмыслить всю природу правления точно так же, как это было сделано при создании Соединенных Штатов? Я имею в виду, я бы предложил иметь прямую демократию, например, когда люди голосуют напрямую за какие-то вещи, в отличие от представительной демократии. Итак, представительная демократия, я думаю, слишком подвержена особым интересам и принуждению политиков и тому подобному. Так что я бы рекомендовал использовать только прямую демократию. Люди голосуют за законы, население само голосует за законы, и тогда законы должны быть достаточно короткими, чтобы люди могли их понять. Да, и затем поддерживать хорошо информированное население, действительно быть прозрачным в отношении всей информации о том, за что они голосуют. Да, абсолютная прозрачность. Да, и не делать это таким раздражающим, как те куки, которые мы должны принимать, должны принимать куки. Всегда есть небольшая доля трепета, когда ты нажимаешь «принять куки». У меня такое чувство, что, возможно, есть очень крошечный шанс, что это откроет портал в ад или что-то в этом роде. Именно так я себя и чувствую. Почему они все время хотят, чтобы я это принял? Чего они хотят от этого печенья? Кто-то расстроился, приняв печенье, или что-то в этом роде где-то. Я имею в виду, кого это волнует. Так раздражает продолжать принимать все эти печенья. Для меня это просто здорово, я устал принимать. Да, ты можешь взять мое чертово печенье, мне все равно. Как угодно. Ты сначала услышал это от меня, Илон, он принимает все твои чертово печенья. Да. И перестань меня спрашивать. Это раздражает. Да, это один из примеров реализации хорошей идеи, сделанной действительно ужасно. Да, кто-то сказал, у нас есть какие-то благие намерения, например, конфиденциальность или что-то в этом роде. Но теперь всем просто нужно поставить галочку «Принять файлы Коки». И теперь у вас есть миллиарды людей, которым приходится постоянно нажимать «Принять файлы Коки», и это очень раздражает. Просто прими это чертово печенье, все в порядке. Я думаю, у нас есть фундаментальная проблема, потому что на самом деле у нас давно не было ничего серьезного, вроде мировой войны или чего-то в этом роде. И очевидно, мы хотели бы, чтобы мировых войн не было. Здесь не было функции очищения правил и предписаний. Так что в войнах действительно была какая-то положительная сторона в том, что после войны произойдет перезагрузка правил и предписаний. Так что в Первой и Второй мировых войнах были огромные изменения в правилах и предписаниях. Если в обществе нет войны, и нет функции очистки или сбора мусора для правил и предписаний, то правила и предписания будут накапливаться с каждым годом, потому что они бессмертны. На самом деле их нет, люди умирают, но законы этого не делают. Итак, нам нужна функция сбора мусора для правил и предписаний, которые не должны быть просто бессмертными. Потому что некоторые из введенных правил и предписаний будут контрпродуктивными, сделанными с благими намерениями, но контрпродуктивными. А иногда и не с благими намерениями. если правила и предписания просто накапливаются с каждым годом, и ты получаешь их все больше и больше, то в конце концов ты ничего не сможешь сделать ты прямо как Гулливер, связанный тысячами маленьких ниточек и мы видим, что в США и Лос-Анджелесе, в основном во всех экономиках, которые существуют уже некоторое время, регулирующие органы и законодатели создают новые правила и правила каждый год, но они не прилагают усилий для их устранения и я думаю, что очень важно, чтобы мы приложили усилия для устранения правил и положений но это становится трудно, потому что у тебя есть особые интересы, от которых ты зависишь у них есть личная заинтересованность в том, чтобы какое-то правило регулировало и они борются за то, чтобы его не убрали да, я имею в виду, я думаю, проблема с Конституцией в том, что она чем-то похожа на Си по сравнению с Джава потому что в нее не встроена сборка мусора я думаю, она должна быть когда ты впервые произнес метафору сбора мусора, мне это понравилось да, это с точки зрения кодирования с точки зрения кодирования, да, да было бы интересно, если бы в самих законах была какая-то встроенная вещь в которой они как бы умирали через некоторое время, если только кто-то явно публично не защищает их так что это вроде как не значит, что кто-то должен их убивать они как бы сами умирают они исчезают да не для того, чтобы защищать Джаву или что-то в этом роде C++, у вас также может быть отличная сборка мусора в Пайтон и так далее да, так что да, что-то должно произойти или просто артерии мозга просто затвердеют со временем и ты можешь просто делать все меньше и меньше потому что есть просто правило, запрещающее все так что я думаю, я не знаю, для Марса или чего-то еще, я говорю или даже для здесь, очевидно, для Земли я думаю, что должен быть активный процесс устранения правил и предписаний и сомнения в их существовании если у нас есть функция для создания правил и предписаний потому что правила и предписания также можно рассматривать как нечто вроде программной работы или строк кода для управления цивилизацией, то это и есть правила и предписания так что это не значит, что у нас не должно быть правил и предписаний но у тебя есть накопление кода, но нет удаления кода и поэтому через некоторое время он просто превращается в архаичное вредоносное ПА так что я не знаю, может быть на Марсе у вас было бы так, как у любого закона должен быть закат и требуется активное голосование, чтобы сохранить его там я на самом деле тоже говорю так, и это просто я не знаю рекомендации или мысли и в конечном счете решать будут люди на Марсе но я думаю, что должно быть легче удалить закон, чем добавить его из-за того, чтобы просто преодолеть инерцию законов так что может быть это похоже на то, что для аргументации вам нужно, скажем, 60% голосов чтобы закон вступил в силу, но только 40% голосов, чтобы его отменить так что позволь мне быть парнем, недавно ты опубликовал мем в Твиттере, где есть что-то вроде ряда писсуаров и парень просто проходит весь путь, так что это правда да и он рассказывает тебе о криптографии послушай, я имею в виду, это случалось со мной так много раз, что я думаю, может быть даже буквально как ты думаешь, с технологической точки зрения, есть ли какое-то место для идей смарт-контрактов или так далее? раз уж ты упомянул законы, это интересное практическое использование таких вещей, как смарт-контракты для реализации законов, по которым функционирует правительство как что-то построенное на эфириуме, или может быть собачья монета, которая каким-то образом позволяет заключать смарт-контракты я никогда, я не совсем понимал всю эту историю со смарт-контрактами я слишком далеко от центра города, чтобы разбираться в смарт-контрактах это хорошая фраза я имею в виду, что мой общий подход к любому виду сделок или чему-то еще заключается в том, чтобы просто убедиться в ясности понимания это самое главное верно, и просто заключай любую сделку очень коротким и простым, понятным языком и просто убедись, что все понимают, в чем заключается сделка всем ли это понятно а каковы будут последствия, если сначала ничего не произойдет, но обычно сделки, деловые сделки или что-то в этом роде, слишком длительно сложны, чрезмерно затянуты юристами и бессмысленны ты упомянул, что дождь это народная монета да, и ты сказал, что буквально собираешься, SpaceX может рассмотреть возможность буквального размещения диджи-коин на Луне да, это то, что ты все еще рассматриваешь возможно, Марс, как ты думаешь, есть ли какой-то шанс мы говорили о политических системах на Марсе что диджи-коин является официальной валютой Марса, это монета будущего? ну, я думаю, что самому Марсу нужно будет иметь другую валюту потому что вы не сможете синхронизироваться из-за скорости света, или это будет нелегко так, что это должно быть полностью автономно от Земли? ну да, Марс находится при ближайшем приближении, примерно в 4 световых минутах езды а затем добавьте для этого приближения, что он примерно в 20 световых минутах езды может быть немного больше так что на самом деле у вас не может быть чего-то синхронизирующего если у вас проблема с 20-минутной скоростью света, если у нее есть одноминутный блокчейн это не будет синхронизироваться должным образом я не знаю, будет ли на Марсе криптовалюта как вещь, но, вероятно, это кажется вероятным но это было бы так локализовано на Марсе и ты позволяешь людям решать? да, безусловно будущее Марса должно зависеть от Марсиан я имею в виду, я думаю, что криптовалюта это интересный подход к уменьшению ошибок в базе данных, которая называется деньгами я думаю, что у меня довольно глубокое понимание того, что такое деньги на самом деле на практической повседневной основе, благодаря PayPal мы действительно глубоко в этом продвинулись и прямо сейчас денежная система на самом деле для практических целей на самом деле представляет собой кучу разнородных мейнфреймов, работающих на старом COBOL окей, ты имеешь в виду буквально-буквально это буквально то, что происходит в пакетном режиме окей, в пакетном режиме да, пожалей бедня, которым пришлось поддерживать этот код хорошо это боль даже не Fortran, COBOL, да это COBOL и они все еще, банки все еще покупают мейнфреймы в 2021 году и используют код движка COBOL федеральная резервная система, вероятно, даже старше, чем то, что есть у банков и у них есть старый мейнфрейм COBOL и поэтому правительство фактически имеет привилегии редактирования денежной базы данных и они используют эти привилегии редактирования, чтобы зарабатывать больше денег, когда захотят и это увеличивает ошибку в базе данных, которая является деньгами так что я думаю, что деньги действительно следует рассматривать через призму теории информации ты вроде как подключение к интернету например, какова пропускная способность, общая скорость передачи данных, какова задержка, дрожание, падение пакетов, ошибки в сетевой связи просто подумай о деньгах примерно так я думаю, что это вероятно то, что я действительно думаю об этом а затем скажи, какая система с точки зрения теории информации позволяет экономике функционировать наилучшим образом крипто это попытка уменьшить ошибку в деньгах, которую вносит правительство разбавляя денежную массу как по сути пагубную форму налогообложения таким образом, как политика с точки зрения инфляции, так и фактическая, такая как технологическая COBOL криптовалюта переносит нас в 21 век с точки зрения реальных систем, которые позволяют совершать транзакции, хранить богатство и все такое прочее как я уже сказал, просто думай теоретически о деньгах, как о информации, люди часто думают, что деньги сами по себе обладают властью это не так деньги — это информация, и сами по себе они не обладают властью применение физических инструментов мышления о вещах в пределе полезно если ты застрял на тропическом острове, и у тебя есть триллион долларов, это бесполезно потому что нет никакого распределения ресурсов деньги — это база данных распределения ресурсов, но нет никаких ресурсов, которые можно было бы распределить, кроме тебя самого так что деньги бесполезны если ты застрял на необитаемом острове без еды, весь биткоин в мире не остановит тебя от голода да просто думай о деньгах как о базе данных для распределения ресурсов во времени и пространстве и тогда какая система, в какой форме должна быть эта база данных или система данных, что было бы наиболее эффективно есть фундаментальная проблема, скажем, с биткоином в его нынешнем виде, в том, что объем транзакций очень ограничен и задержка, задержка, для должным образом подтвержденной транзакции слишком большая, намного больше, чем вам хотелось бы на самом деле это не очень хорошо ни с точки зрения объема транзакций, ни с точки зрения задержки так что это, возможно, полезно для решения одного из аспектов проблемы денежной базы данных, которая, я полагаю, является своего рода хранилищем богатства или учетом относительных обязательств но это бесполезно как валюта, как повседневная валюта но люди предложили различные технологические решения, например, молнию да, сеть Lightning и технологии уровня 2 в дополнение к этому я имею в виду, что все это кажется своего рода компромиссом, но суть в том, что это своего рода гениально просто подумать об информации подумать о том, какая база данных, какая инфраструктура позволяет обмен, да, давайте предположим, что вы управляете экономикой, и вам нужно иметь что-то, что позволяет эффективно работать иметь эффективное соотношение стоимости между продуктами и услугами и так у тебя есть такое огромное количество товаров и услуг, и тебе это нужно, ты не можешь просто обменять их потому что это было бы крайне громоздко значит тебе нужно что-то, что дает тебе соотношение обмена между товарами и услугами и затем что-то, что позволяет тебе перекладывать обязательства во времени, как долг, долг и собственный капитал перекладывают обязательства во времени тогда что же лучше всего с этим справляется? одна из причин, по которой я думаю, что у диджикоин есть некоторые достоинства, хотя он очевидно был создан в шутку заключается в том, что на самом деле он обладает гораздо более высоким объемом транзакций, чем биткоин затраты на совершение транзакции, плата за диджикоин очень низкая как и прямо сейчас, если ты хочешь совершить биткоин транзакцию, цена этой транзакции очень высока, так что ты не сможешь эффективно использовать ее для большинства вещей и она даже не сможет масштабироваться до большого объема а когда был запущен биткоин, я думаю примерно в 2008 году или что-то в этом роде, интернет-соединения были намного хуже, чем сегодня, примерно на порядок я имею в виду, в 2008 году они были намного хуже так что, похоже, небольшой размер блока или что бы это ни было, и долгое время синхронизации имели смысл в 2008 году, но в 2021 году или перенесемся на 10 лет вперед, это комично мало и я думаю, что есть некоторая ценность в линейном увеличении количества генерируемой валюты и так потому что некоторая сумма валюты, если валюта слишком дефляционная или что-то в этом роде, или следует сказать, если ожидается, что валюта со временем вырастет в цене есть нежелание ее тратить ведь ты такой, о, если бы я я просто подержу их и не потрачу, потому что их нехватка со временем увеличивается, так что если я потрачу их сейчас, то пожалею о потраченных деньгах так что я просто буду копить все это но если со временем произойдет некоторое ослабление валюты, это скорее стимул использовать ее в качестве валюты так что доджикоин просто несколько случайно имеет фиксированное количество монет или хэш-строк, которые генерируются каждый год так что есть некоторая инфляция, но это не базовый процент это фиксированное число, так что процент инфляции обязательно будет снижаться с течением времени я не говорю, что это идеальная система для валюты, но я думаю, что на самом деле она просто фундаментально лучше, чем все остальное, что я видел просто случайно мне нравится, как ты сказал примерно в 2008 году, так что это не так, некоторые люди предполагают, что ты Сатоши Накамото ты наверное уже говорил, что это не так, позволь спросить, я не таков, ты точно не такой, ты бы сказал нам, если бы это было так да, хорошо как ты думаешь, это особенность или ошибка, что он аноним, или она или они это интересное причудо человеческой истории, что существует особая технология, изобретателем которой является полностью анонимный изобретатель или создатель ну, я имею в виду, вы можете посмотреть на эволюцию идей до запуска биткоина и посмотреть, кто написал об этих идеях и затем я не знаю, очевидно, я не знаю, кто создал биткоин для практических целей, но эволюция идей для этого довольно ясна и похоже, что Ник Сабо, вероятно больше, чем кто-либо другой, несет ответственность за эволюцию этих идей итак, здесь он утверждает, что он не на кому-то, но я не уверен, что это ни к чему, но он, похоже, несет большую ответственность за идеи, лежащие в основе биткоина, чем кто-либо другой так что, возможно, это не значит, что единичные фигуры даже не так важны, как фигуры, участвующие в эволюции идей, которые привели к чему-то да, да возможно, грустно думать об истории, но, возможно, большинство имен все равно были бы забыты в любом случае, что такое имя, это имя, имя, связанное с идеей что оно вообще значит на самом деле? я думаю, у Шекспира было что-то особенное насчет роз и всего остального, что бы он ни говорил роза с любым другим названием пахла бы так же сладко я попросил Илона процитировать Шекспира у меня такое чувство, что сегодня я чего-то достиг может мне сравнить тебя с летним днем? вместо этого я это вырежу ты более сдержанный и справедливый автопилот автопилот Тесла автопилот Тесла прошел невероятное путешествие за последние шесть лет или, возможно, даже дольше в сознании, в вашем сознании и в умах многих участников я думаю, что именно там мы впервые соединились, по-настоящему с автопилотом автономностью наблюдать за всем путешествием было невероятно потому что я знал отчасти это потому, что я учился в Массачусетском технологическом институте и знал о трудностях компьютерного зрения и я знал все в целом, у меня было много коллег и друзей о вызове DARPA и я знал, насколько это сложно и поэтому у меня был естественный скептицизм, когда я впервые сел за руль Тесла с начальной системой, снованной на Моуболе я думал, что это невозможно поэтому сначала, когда я сел в машину, я подумал эта машина ни за что не сможет удержаться на полосе движения и создать комфортные условия так что моя интуиция изначально подсказывала, что проблему удержания полосы движения слишком сложно решить о удержании полосы движения, да, это относительно просто но реши так, как мы только что говорили о предыдущем этом прототипе по сравнению с вещью, которая на самом деле создает приятные впечатления на протяжении сотен тысяч миль или миллионов да, я оказался неправ, нам пришлось обернуть много кода вокруг Моуболе, он не работает сам по себе я имею в виду, это часть истории о том, как ты иногда подходишь к вещам иногда ты делаешь что-то с нуля иногда сначала ты как бы видишь, что там есть, а потом решаешь начать с нуля это было одно из самых смелых решений, которые я видел, как в отношении аппаратного, так и в отношении программного обеспечения решить в конечном итоге начать с нуля я подумал, опять же, я скептически относился к тому, удастся ли это решить, потому что это такая сложная проблема и это было невероятное путешествие, то, что я вижу сейчас со всем аппаратным обеспечением, вычислениями, датчиками вещами, о которых я, возможно, забочусь и люблю больше всего это то, с чем руководит Андрей Карпати выбор набора данных, весь процесс обработки данных, архитектура нейронных сетей, то, как это происходит в реальном мире, эта сеть тестируется, валидируется все различные наборы тестов сравниваются с моделью сети изображений компьютерного зрения как будто то, что происходит в академических кругах, похоже на реальный искусственный интеллект Андрей потрясающий и очевидно играет важную роль, но у нас есть много действительно талантливых людей, которые управляют вещами Ашок на самом деле возглавляет отдел разработки автопилотов Андрей директор по искусственному интеллекту все эти штуки с искусственным интеллектом, да, так что да, я в курсе, что у нас невероятная команда, в которой просто много чего происходит люди будут слишком высоко ценить меня, и они будут слишком высоко ценить Андрея и люди должны понимать, как много происходит под да, просто много действительно талантливых людей команда искусственного интеллекта Tesla AutoPilot чрезвычайно талантлива это похоже на одних из самых умных людей в мире так что да, и мы это делаем какие идеи ты получил за эти пять-шесть лет работы с автопилотом относительно проблемы автономного вождения итак, у тебя появилась какая-то интуиция, основанная на первых принципах, но никто не знает, насколько сложен профессионал да, я думал, что проблема самостоятельного вождения будет сложной, но это оказалось сложнее, чем я думал я не то чтобы думал, что это будет легко, я думал, что это будет очень тяжело, но на самом деле все оказалось намного сложнее я имею в виду, что в конце концов все сводится к тому, чтобы решить проблему самостоятельного вождения, которую ты должен решить тебе по сути нужно воссоздать то, что люди делают для вождения, то есть люди управляют автомобилем с помощью оптических органов чувств, глаз и биологических нейронных сетей и поэтому для того, чтобы вся дорожная система работала именно так, с биологической точки зрения, в основном с пассивными оптическими и нейронными сетями так что на самом деле для полноценного самостоятельного вождения мы должны воссоздать это в цифровой форме мы должны это сделать, это означает камеры с продвинутыми нейронными сетями в кремниевой форме и тогда это, очевидно, решит проблему вождения малых ячеек это единственный способ, я не думаю, что есть какой-то другой способ но вопрос в том, какие аспекты человеческой природы ты должен закодировать в машине, не так ли? итак тебе нужно решить проблему восприятия, например, обнаружить, и тогда ты сначала поймешь, в чем проблема восприятия при вождении как и все виды вещей, которые ты должен уметь видеть например, на что мы вообще смотрим, когда едем? я совсем недавно слышал, что Андрей говорил в Массачусетском технологическом институте о чем-то вроде автомобильных дверей я думаю, это был величайший в мире разговор всех времен об автомобильных дверях о мелких деталях автомобильных дверей, например, о том, что такое даже открытая дверь автомобиля, чувак это так похоже на антологию, что это проблема восприятия мы, люди, решаем эту проблему восприятия, и Тесла должен решить эту проблему а еще есть контроль и планирование в сочетании с восприятием ты должен понять, что связано с вождением, особенно в самых разных крайних случаях может быть ты можешь прокомментировать это, сколько теоретических игр должно быть задействовано при четырехстороннем знаке стоп? как люди, когда мы едем, наши действия влияют на мир это правда это меняет то, как ведут себя другие в большинстве случаев при автономном вождении вы обычно просто реагируете на происходящее, в отличие от того, чтобы действительно самоутверждаться на сцене ты думаешь? я думаю, что такого рода головоломки с логикой управления это не самое сложное давай посмотрим, как ты думаешь, что самое сложное во всей этой прекрасной сложной проблеме это куча долбанного программного обеспечения и куча умных строк кода конечно, для того, чтобы создать точное векторное пространство ты исходишь из пространства изображений, которое похоже на этот поток фотонов, идущий в камеру камеры и затем, так как у вас есть этот огромный поток битов в пространстве изображений, а затем вам нужно эффективно сжать массивный поток битов, соответствующий фотонам, которые сбили электрон в датчике камеры и превратить этот поток битов в векторное пространство под векторным пространством я подразумеваю, что у тебя есть машины и люди, линии полос движения, кривые светофоры и тому подобное как только у тебя есть точное векторное пространство, проблема управления становится похожей на проблему видеоигры, такой как Grand Theft Auto или Cyberpunk если у тебя есть точное векторное пространство, проблема управления в том, что я бы не сказал, что это тривиально, это не тривиально, но это не похоже на какую-то непреодолимую вещь иметь точное векторное пространство очень сложно да, я думаю, что мы, люди, недостаточно уважаем то, насколько невероятна человеческая система восприятия для сопоставления необработанных фотонов с представлением векторного пространства в наших головах твой мозг выполняет невероятное количество операций и выдает тебе изображение, которое является очень очищенным изображением например, когда мы смотрим вокруг, ты видишь цвет в уголках своих глаз, но на самом деле в твоих глазах очень мало колбочек, рецепторов колбочек в периферическом зрении твои глаза рисуют цвет периферическим зрением, ты этого не осознаешь, но они глаза на самом деле окрашены в цвет, и у твоих глаз тоже будут кровеносные сосуды и всякие корявые штуки, и есть слепое пятно, но видишь ли ты свое слепое пятно? нет, твой мозг рисует недостающее слепое пятно ты будешь делать эти вещи в интернете, где ты смотришь сюда и смотришь на эту точку, а затем смотришь на эту точку и это если это в твоей слепой зоне, твой мозг просто заполнит недостающие фрагменты, это так круто периферийное зрение, это так здорово да, это заставляет тебя осознать все иллюзии, о которых говорит наука, это заставляет тебя осознать, насколько невероятен мозг мозг выполняет сумасшедшее количество постобработки зрительных сигналов от твоих глаз это безумие и потом, даже когда ты получаешь все эти зрительные сигналы, твой мозг постоянно пытается забыть как можно больше так что человеческая память, пожалуй, самое слабое, что есть в мозге, это память так как память так дорога нашему мозгу и так ограничена, твой мозг пытается забыть как можно больше и переработать то, что ты видишь, в как можно меньшее количество информации значит твой мозг пытается не просто попасть в векторное пространство, а попасть в векторное пространство, которое является минимально возможным векторным пространством только релевантных объектов ты можешь как бы заглянуть внутрь своего мозга, или по крайней мере мне может понравиться, когда ты едешь по дороге, и попытаться подумать о том, что на самом деле делает твой мозг да, сознательно это похоже на то, что ты увидишь машину, потому что у тебя нет камер у тебя нет глаз ни на затылке, ни сбоку, поэтому ты говоришь так по сути твоя голова похожа на... у тебя по сути две камеры на медленном подвесе а зрение у меня не такое уж отличное хорошо, человеческие глаза такие и люди постоянно отвлекаются, думают о чем-то, пишут смс и делают всякие вещи, которые им не следует делать в машине, меняют радиостанцию значит ссорятся когда ты в последний раз смотрел направо и налево, назад или даже по диагонали вперед, чтобы действительно обновить свое векторное пространство и так ты оглядываешься вокруг, и твой разум пытается выделить соответствующие векторы, в основном объекты с положением и движением, а затем отредактировать их до минимального количества необходимого для вождения и затем отредактировать это до минимального количества, которое необходимо для тебя двигать кажется, что его можно отредактировать или сжать еще больше до таких вещей, как концепция, так что это не так, это как будто выходит за рамки человеческий разум, кажется, иногда выходит за рамки векторного пространства в своего рода пространство понятий там, где ты увидишь вещь, она больше не представлена каким-то образом пространственно, это почти как концепция, о которой ты должен знать если это школьная зона, ты запомнишь это как концепцию это странно представлять, но возможно для вождения автомобиля тебе не нужно полностью представлять эти вещи, или, может быть, ты получаешь такие знания косвенно тебе нужно создать векторное пространство, а затем фактически получить прогнозы для этих векторных пространств как будто ты проезжаешь мимо, скажем, автобуса и видишь, что там люди, до того как ты проехал мимо автобуса, ты видел, как люди переходили дорогу или просто представь, что большой грузовик или что-то в этом роде блокирует участок но перед тем, как ты подошел к грузовику, ты увидел, что несколько детей собираются перейти дорогу перед грузовиком теперь ты больше не можешь видеть детей, но теперь ты бы знал хорошо, эти дети, вероятно, проедут мимо грузовика и перейдут дорогу даже если ты их не видишь, так что у тебя должна быть память ты должен помнить, что там были дети, и тебе нужно иметь какое-то прогнозирование на будущее, каково будет их положение это действительно сложная проблема в то время, когда она актуальна так что с окклюзиями и компьютерным зрением, когда ты больше не можешь видеть объект, даже когда он просто заходит за дерево и появляется снова, это действительно очень сложно я имею в виду, по крайней мере в академической литературе, это отслеживание через окклюзии, это очень сложно да, мы делаем это, я это понимаю, так что кое-что из этого, это похоже на постоянство объекта то же самое происходит и с людьми с нейронными сетями когда малыш подрастает, наступает момент времени, когда он развивается, у него появляется чувство постоянства объекта и так до определенного возраста, если у тебя есть мяч или игрушка или что-то еще, и ты кладешь его за спину и вытаскиваешь, до того, как у них появится постоянство объекта это каждый раз похоже на новую вещь, это похоже на, вау, эта игрушка испортилась, исчезла, а теперь снова вернулась и они не могут в это поверить, и что они могут играть в прятки целыми днями, потому что прятки каждый раз свежие но потом мы выясняем постоянство объекта, и тогда они понимают, о нет, объект не исчез, он просто у тебя за спиной иногда я жалею, что мы никогда не выясняли постоянство объекта постоянство объекта да, так что это это важная проблема, которую нужно решить да итак, важная эволюция нейронных сетей в автомобиле, это память как во времени, так и в пространстве теперь ты не можешь вспомнить, ты должен сказать, как долго ты хочешь что-то запоминать за то, чтобы помнить что-то долгое время приходится платить так что у тебя может иссякнуть память, если ты будешь пытаться запоминать слишком много и слишком долго и к тому же у тебя есть вещи, которые устарели, если ты будешь помнить их слишком долго и к тому же тебе тоже нужны вещи, которые запоминаются с течением времени так что даже если у тебя, скажем, есть для доказательства 5 секунд памяти по времени, но предположим, ты припарковался на светофоре и увидел приведи пример пешехода, что люди ждали, чтобы перейти дорогу переходи дорогу, и ты не можешь их хорошо разглядеть из-за окклюзии, но они могут подождать минуту, прежде чем сменится светофор, чтобы перейти дорогу тебе все равно нужно помнить, что они были именно там, и что они, вероятно, собираются перейти дорогу так что даже если это превышает твою временную память, это не должно превышать твоего пространства памяти я просто думаю, что это касается механизма обработки данных, так что получение данных для изучения всех концепций, о которых ты сейчас говоришь, невероятный процесс это такой итеративный процесс, просто есть это гидронет, из многих гидронет мы меняем название на что-то другое хорошо, хорошо, я уверен, что это будет так же, как Рик и Морти да, мы столько раз перестраивали нейронные сети в автомобилях, что это безумие вот так что каждый раз, когда появляется новая основная версия, ты переименовываешь ее во что-то более нелепое или запоминающееся и красивое, извини не смешное, конечно если ты увидишь полный набор нейронных сетей, которые управляют автомобилями, это просто поражает воображение там так много слоев, это безумие мы начали с простых нейронных сетей, которые в основном были распознаванием изображений на одном кадре с одной камеры, а затем пытались связать их вместе с помощью C я должен сказать, что мы действительно хорошо знакомы с C здесь, потому что C++ это слишком большие накладные расходы, и у нас есть свой собственный компилятор C Итак, чтобы получить максимальную производительность, мы фактически написали наш собственный компилятор C и продолжаем оптимизировать наш компилятор C для достижения максимальной эффективности на самом деле мы совсем недавно обновили компилятор C, который будет компилироваться непосредственно на наше оборудование Автопилота так ты хочешь скомпилировать все это с помощью собственного компилятора? Да, здесь так важна эффективность, потому что есть все виды компьютеров, процессоры, графические процессоры, есть базовые типы вещей и вы должны каким-то образом определить расписание для всех этих вещей, и поэтому ты компилируешь код вниз, да, это делает все хорошо. Так вот почему в этом участвует так много людей? Здесь много хардкорной разработки программного обеспечения на уровне голого металла. Ведь мы пытаемся выполнить много вычислений, которые ограничены нашим полностью автономным компьютером. И мы хотим попытаться получить как можно больше кадров в секунду при очень ограниченном объеме вычислений и мощности. Мы действительно приложили много усилий для повышения эффективности наших вычислений. Так что на самом деле некоторые очень талантливые инженеры-программисты в Тесла проделали большую работу на очень фундаментальном уровне, чтобы повысить эффективность вычислений и то, как мы используем ускорители ТРИП, которые в основном занимаюсь матричным вычислением, точечными произведениями, как миллион точечных произведений. И это похоже на то, что одна из наших нейронных сетей работает с точки зрения вычислений, как 99% точечных произведений. И ты хочешь достичь как можно более высокой частоты кадров, как в видеоигре, ты хочешь, да. Полное разрешение, более высокий кадр. Высокая частота кадров, низкая задержка, низкое дрожание. Я думаю, что одна из вещей, к которой мы сейчас движемся, это отсутствие постобработки изображения с помощью процессора сигналов изображения. Что происходит с камерами, так это то, что почти со всеми камерами выполняется большая постобработка для того, чтобы снимки выглядели красиво. И поэтому мы не заботимся о том, чтобы фотографии выглядели красиво. Нам просто нужны данные. Поэтому мы используем только необработанные данные о количестве фотонов. Изображение, которое видит компьютер, на самом деле намного больше, чем то, что вы увидели бы, если бы представили его на камере. В нем гораздо больше данных. И даже в условиях очень низкой освещенности, ты можешь видеть, что между этим пятном здесь и тем пятном там есть небольшая разница в количестве фотонов. А это значит, что он невероятно хорошо видит в темноте. Потому что он может обнаружить эти крошечные различия в количестве фотонов. Намного лучше, чем ты можешь себе представить. Мы также экономим 13 миллисекунд на задержке. От удаления постобработки изображения? Да, да. Ведь у нас 8 камер. А задержка примерно, я не знаю, полторы миллисекунды или около того, может быть 1,6 миллисекунды для каждой камеры. По сути, обход процессора изображения возвращает нам 13 миллисекунд задержки, что очень важно. И мы отслеживаем задержку на всем пути от попадания фотона в камеру до всех шагов, которые он должен пройти, чтобы получить, пройти через различные нейронные сети и код на языке C. И там также есть немного C++. Ну, я могу, может быть и много, но суть в том, что мощные вычисления выполняются на языке C. И поэтому мы отслеживаем эту задержку вплоть до внешней команды приводу на ускорение тормозов, замедление рулевого управления, поворот влево или вправо. Ведь тебе нужно вывести команду, которая должна поступить на контроллер, и как у некоторых из этих контроллеров. Частота обновления может быть 10 Гц или что-то в этом роде, что медленно. Это похоже на то, что сейчас ты потенциально теряешь сотню миллисекунд. Так что тогда мы хотим обновить драйверы управления рулевым управлением и торможением, чтобы они имели более 100 Гц вместо 10 Гц. Тогда у тебя будет задержка в 10 миллисекунд вместо 100 миллисекунд в наихудшем случае. И на самом деле дрожание это скорее проблема, чем задержка, потому что задержка, это то, что вы можете предвидеть и предсказать. Но если у вас есть набор вещей, идущих от камеры к компьютеру, затем через ряд других компьютеров и, наконец, к приводу на автомобиле, если у вас есть набор допусков, допусков по времени, то у вас может быть довольно переменная задержка, которая называется дрожанием. И из-за этого трудно точно предугадать, как вы должны поворачивать машину или ускоряться, потому что, если у вас есть, может быть, 150-200 миллисекунд дрожания, то вы можете отстать на 2,2 секунды. И это может иметь большое значение. Так что тебе придется как-то интерполировать, чтобы справиться с последствиями дрожания, чтобы они могли принимать надежные управляющие решения. Таким образом, дрожание и информация с датчиков или дрожание могут возникнуть на любом этапе конвейера. Если у тебя только что была исправлена задержка, ты можешь предвидеть и сказать, «Хорошо, мы знаем, что это за наша информация ради аргументации, устаревшая на 150 миллисекунд». Ради аргументации, 150 миллисекунд от фотонов, попадающих в камеру, до того места, где вы можете измерить изменения ускорения автомобиля. Тогда ты можешь просто сказать, «Хорошо, мы собираемся, мы знаем, что это 150 миллисекунд, так что мы примем это во внимание и компенсируем задержку». Однако, если у вас есть задержка в 150 миллисекунд, плюс 100 миллисекунд дрожания, что может быть где угодно от 0 до 100 миллисекунд сверху, тогда ваша задержка может составлять от 150 до 250 миллисекунд. Теперь у вас есть 100 миллисекунд, с которыми вы не знаете, что делать. Это в основном случайность. Так что избавиться от дрожания чрезвычайно важно. И это влияет на ваше решение по управлению и все подобные вещи. Хорошо. Да, машины просто будут принципиально лучше маневрировать при меньшем дрожании. Понял. Машины будут маневрировать со сверхчеловеческими способностями и временем реакции намного быстрее, чем у человека. Я имею в виду, я думаю, что со временем автопилот полностью самоуправляемый будет способен на маневры, которые намного превосходят то, что мог бы сделать Джеймс Бонд в лучшем фильме. Это именно то, что я представлял себе в своем воображении, когда ты это сказал. Это похоже на невозможные маневры, которые не под силу человеку. Хорошо, позволь мне спросить, оглядываясь назад на шесть лет, заглядывая в будущее, основываясь на твоем нынешнем понимании, насколько по-твоему сложна эта проблема полного самостоятельного вождения, когда по-твоему Тесла решит проблему четвертого уровня ЭВСТ? Я имею в виду, что вполне вероятно, что это произойдет в следующем году. А как выглядит решение? Это текущий пул кандидатов на бета-тестирование ЭВСТ? Они начинают получать все большую и большую степень автономии, как это было раньше. И тогда наступает определенный уровень, за которым они могут делать все сами, они могут прочитать книгу. Да. Я имею в виду, вы можете видеть, что любой, кто внимательно следил за полной бета-версией автономного вождения, увидит, что частота отключений быстро снижается. Так что, похоже, есть взаимодействие Би, когда водитель вмешивается, чтобы помешать машине сделать что-то правильно. Потенциально опасно. Так что количество вмешательств на миллион миль резко снизилось. И эта тенденция, похоже, произойдет в следующем году. Заключается в том, что вероятность аварии на ЭВСТ меньше, чем у среднестатистического человека, а затем значительно меньше, чем у среднестатистического человека. Так что, похоже, мы доберемся туда в следующем году. Тогда будет случай «хорошо, хорошо, нам не нужно доказывать это регулирующим органам и доказывать это», и мы хотим, чтобы стандарт был не просто эквивалентен человеческому, но намного лучше, чем у среднего человека. Я думаю, что это должно быть как минимум в два-три раза безопаснее, чем у человека. Вероятность получения травмы в два-три раза ниже, чем у человека, прежде чем мы действительно скажем «хорошо, можно идти». Это не будет равносильно, это будет намного лучше. Так что, если ты посмотришь, ЭВСТ 10,6 вышла совсем недавно, 10,7 уже в пути, может быть 11 будет где-то в будущем. Да. Мы надеялись выпустить 11 в этом году, но на самом деле в 11 есть целая куча фундаментальных изменений в архитектуре нейронной сети. И некоторые фундаментальные улучшения в создании векторного пространства. Значит, есть какой-то фундаментальный скачок, который действительно заслуживает 11-го места. Я имею в виду, это довольно крутое число. Да, 11 было бы единым стеком для всех, одним стеком, чтобы управлять ими всеми. Единым стеком. Но есть только некоторые действительно фундаментальные изменения в архитектуре нейронных сетей, которые позволят получить гораздо больше возможностей. Поначалу у них возникнут проблемы. Как будто мы работаем над чем-то вроде альфа программного обеспечения, и это хорошо, но это по сути берет целую кучу кода на C++ и приводит огромное количество кода на C++ и заменяет его нейронной сетью. И Андрей часто говорит об этом, что похоже на то, что нейронные сети – это своего рода пожирающее программное обеспечение. Со временем обычного программного обеспечения становится все меньше и меньше, нейронных сетей все больше и больше. Это все еще программное обеспечение, но оно по-прежнему сводится к линейкам программного обеспечения. Но просто больше нейронных сетей и меньше евристики в основном. Больше материала, основанного на матрицах, и меньше материала, основанного на эвристики. Одно из больших изменений будет заключаться в том, что прямо сейчас нейроны осети будут доставлять гигантский пакет очков в код C++ или C и C++. Да. Мы называем это гигантским пакетом очков. Да. И это похоже на то, что у тебя есть пиксель и что-то связанное с этим пикселем, например, этот пиксель, вероятно, автомобильный, этот пиксель, вероятно, стационарный. Тогда ты должен собрать этот гигантский пакет точек в коде на языке C и превратить его в векторы. И это довольно хорошо справляется с задачей, но мы хотим просто. Нам нужен еще один слой нейронных сетей поверх этого, чтобы взять гигантский пакет точек и перегнать его в векторное пространство. В нейросетевой части программного обеспечения, в отличие от эвристической части программного обеспечения. Это большое улучшение. Нейросеть полностью разрушена так, что ты хочешь. Это даже не все нейронные сети, но это меняет правила игры, не иметь мешка очков, гигантского мешка очков, который нужно собрать из множества строк C, C++. И нейронная сеть просто соберет их в вектор. Итак, нейронная сеть выводит гораздо меньше данных, она выводит. Это линия полосы движения, это бордюр, это проезжие пространство, это автомобиль, это пешеход или велосипедист, или что-то в этом роде. Он выводит, он действительно выводит правильные векторы в управляющий код C, C++, в отличие от вроде как. Построение векторов на C. Мы проделали, я думаю, довольно хорошую работу, но она достигла своего рода локального максимума в том, насколько хорошо C может это сделать. Так что это действительно большое дело. И просто все сети в автомобиле должны перейти на объемное видео, все еще есть некоторые устаревшие сети, которые не являются объемным видео. И все обучение должно перейти на объемное видео, и эффективность обучения должна улучшиться, и это так. А затем нам нужно перевести все на необработанное количество фотонов, в отличие от обработанных изображений. Окей. Так что если ты что является довольно большим сбросом при обучении, потому что система обучена на изображениях, полученных после обработки, поэтому нам нужно переделать все обучения, чтобы тренироваться по количеству необработанных фотонов, а не по постобработанному изображению. Так что в конечном счете, это как бы снижает сложность всего процесса. Значит, снижает. Да. Строк хода на самом деле станет меньше. Да, это увлекательно. Таким образом вы делаете вливание всех датчиков, тем самым снижая сложность работы с ними, вливание камер. Извини, на самом деле это все камеры. Верно, да. То же самое и с людьми. Да. Ну, я думаю, у нас тоже есть уши, хорошо. Да, нам действительно нужно будет включить и звук. Ведь ты же знаешь, тебе нужно прислушиваться к сиренам, скорой помощи или пожарных машин. Если кто-то кричит на тебя или что-то в этом роде, я не знаю. Просто есть небольшой фрагмент аудио, который тоже нужно включить. Тебе нужно сходить в туалет на перерыв? Да, конечно, давай сделаем перерыв. Хорошо. Честно говоря, честно говоря, идеи это легко, а реализация это сложно. Идея полета на Луну это легкая часть, но полет на Луну это самая трудная часть. Это самая трудная часть. И есть много таких сложных инженерных работ, которые должны быть выполнены на аппаратном и программном уровне. Как я уже сказал, оптимизация компилятора языка C и просто сокращение задержек повсюду. Если мы этого не сделаем, система не будет работать должным образом. Итак, работы инженеров, делающих это, они похожи на невоспетых героев. Но они имеют решающее значение для успеха ситуации. Я думаю, ты ясно выразился. Я имею в виду, по крайней мере для меня, это супер захватывающе, все, что происходит за пределами того, что делает Андрей. Просто вся инфраструктура программного обеспечения. Я имею в виду, что все происходит с Data Engine, как бы он ни назывался. Весь процесс, это просто произведение искусства. Сам масштаб происходящего поражает воображение. Обучение и объем проделанной работы. Мы написали все это пользовательское программное обеспечение для обучения и маркировки, а также для маркировки заказов. Маркировка заказов очень важна. Потому что, особенно когда у тебя есть объемное видео, очень сложно маркировать объемное видео с нуля, это чрезвычайно сложно. Людям требуется так много времени, чтобы наклеить ярлык даже на один видеоклип, например, несколько часов. Или этикетировщик заказов, он по сути просто применит к видеоклипам большие вычислительные мощности, чтобы предварительно назначить и угадать, что происходит в объемном видео. И это все равно, что исправить? Да, и тогда все, что нужно сделать человеку, это подправить, скажем, исправить то, что неправильно. Это похоже на повышение производительности на сто и более. Да. Итак, ты представил бота Тесла как в первую очередь полезного на заводе. Прежде всего, я думаю, что гуманоидные роботы, это невероятно с точки зрения фаната робототехники. Я думаю, элегантность движений, которые демонстрируют гуманоидные роботы. Эти двуногие роботы просто круты. Действительно интересно, что ты работаешь над этим, а также говоришь о применении того же рода, всех идей, о некоторых из которых ты говорил, с Data Engine, всех вещей, о которых мы говорим. С автопилотом Тесла я просто переношу это на себя, просто еще одна проблема робототехники. Я должен спросить, так как меня волнует взаимодействие человека и робота, так что человеческая сторона этого вопроса. Итак, вы говорили в основном о работе на заводе. Видишь ли ты, что часть этой проблемы, которую должен решить бот Тесла, это взаимодействие с людьми и потенциальное наличие места, как у себя дома. Так что, конечно, взаимодействие, а не просто взаимодействие. Незамена рабочей силы, но и как бы я не знаю, быть другом или помощником. Я думаю, возможности безграничны. Да, я имею в виду, очевидно, что это не совсем соответствует основной миссии Тесла по ускорению устойчивой энергетики. Но это чрезвычайно полезная вещь, которую мы можем сделать для всего мира, а именно создать полезного гуманоидного робота, который способен взаимодействовать с миром и помогать самыми разными способами. Так что на заводах, и действительно просто, я имею в виду, я думаю, если вы скажете экстраполировать на многие годы в будущее, я думаю, работа станет необязательной. Есть много работ, которые, если бы людям не платили за это, они бы не выполняли. Как бы это ни было, это не обязательно весело. Если ты моешь посуду весь день, это похоже. Даже если тебе действительно нравится мыть посуду, ты действительно хочешь заниматься этим по 8 часов в день каждый день. Скорее всего, нет. А еще есть опасная работа. И по сути, если она опасная, скучная, может привести к повторяющимся стрессовым травмам и тому подобному, то это действительно то, где роботы-гуманоиды изначально принесут наибольшую пользу. Так вот, к чему мы стремимся, так это к тому, чтобы роботы-гуманоиды выполняли работу, которую люди добровольно не хотят выполнять. И тогда нам придется сочетать это, очевидно, с каким-то универсальным базовым доходом в будущем. Я так думаю. Ты видишь мир, в котором сотни миллионов ботов Тесла выполняют разные задачи по всему миру? Да, я действительно не думал об этом так далеко в будущем. Но я предполагаю, что может быть что-то подобное. Можно мне задать дикий вопрос? Итак, количество автомобилей Тесла ускорилось и приблизилось к 2 миллионам произведенных. У многих из них есть автопилот. Я думаю, что сейчас нас уже более 2 миллионов. Да. Как ты думаешь, наступит ли когда-нибудь время, когда ботов Тесла будет больше, чем автомобилей Тесла? Да. На самом деле забавно, что ты задаешь этот вопрос, потому что обычно я стараюсь заглядывать довольно далеко в будущее, но на самом деле я не думал так далеко в будущее с ботом Тесла. Или с кодовым названием Оптимус. Я называю его Оптимуса Прайм, потому что он не похож на гигантского робота-трансформера. Но ведь это должен быть робот-помощник общего назначения. И по сути, то, что было по сути, Тесла, я думаю, обладает самым передовым реальным искусственным интеллектом для взаимодействия с реальным миром, который мы разработали как функцию для самостоятельного вождения. И так далее, наряду с пользовательским оборудованием и как и множество хардкорного низкоуровневого программного обеспечения, чтобы оно работало эффективно и было энергоэффективным. Потому что одно дело, создавать нейронные сети. Если у тебя есть гигантская серверная комната с десяти тысяч компьютерами, но теперь, предположим, тебе просто нужно перегнать это в один компьютер, работающий на низкой мощности в гуманоидном роботе или автомобиле, это на самом деле очень сложно, и для этого требуется много хардкорной мягкой работы. Так как мы вроде как решаем задачу навигации по реальному миру с помощью нейронных сетей для автомобилей, которые похожи на роботов с четырьмя колесами, то естественным продолжением этого является создание робота с руками и ногами. И ты тоже. Две трудные вещи заключаются в том, что тебе в основном нужно сделать робота достаточно умным, чтобы разумно взаимодействовать с окружающей средой. Итак, тебе нужен настоящий искусственный интеллект в реальном мире, и ты должен быть очень хорош в производстве, а это очень сложная проблема. Тесла очень хорош в производстве, а также обладает искусственным интеллектом реального мира, поэтому заставить робота-гуманоида работать. Это по сути означает разработку пользовательских двигателей и датчиков, которые отличаются от того, что используется в автомобиле. Я думаю, что у нас есть лучший опыт в разработке передовых электродвигателей и силовой электроники. Так что это просто должно быть применение для человекоподобных роботов, а не для автомобилей. И все же ты иногда говоришь о любви. Так что позволь мне спросить, это не похоже на секс-роботов или что-то в этом роде? Любовь — это ответ. Да. В нас есть что-то неотразимое, не неотразимое, но мы общаемся с роботами-гуманоидами или даже с роботами на ногах, как с собакой, в форме собак. Просто кажется, что в этом мире огромное количество одиночества. Все мы ищем общение с другими людьми, дружбы и всего такого рода вещей. У нас здесь в Остине их много, у многих людей есть собаки. Это верно. Кажется, есть огромная возможность также обзавестись роботами, которые уменьшат количество одиночества в мире или помогут нам, людям, общаться друг с другом, так же, как это могут собаки. Ты вообще думаешь об этом с ботом Тесла, или он действительно сосредоточен на проблеме выполнения конкретных задач, а не на общении с людьми? Я имею в виду, честно говоря, я на самом деле не думал об этом с точки зрения общения, но я думаю, что в конечном итоге это могло бы стать очень хорошим компаньоном, и это могло бы со временем развить уникальную личность. Дело не только в том, что все роботы одинаковы, и эта личность могла бы эволюционировать, чтобы соответствовать владельцу или, я думаю, владельцу. Называй это как хочешь. Компаньон, человек. Другая половина, верно? Так же, как это делают друзья. Видишь ли, я думаю, что это огромная возможность. Я думаю, да, нет, это интересно. Ведь есть такая японская фраза. В Аби-Саби тонкие несовершенства — это то, что делает что-то особенным. И тонкие несовершенства личности робота, сопоставленные с тонкими несовершенствами друга человека робота. Не знаю, владелец звучит, может быть, не то слово, но на самом деле может стать невероятным приятелем в принципе. И в этом смысле недостатки, как у R2-D2 или что-то вроде C-Triple. Так что с точки зрения машинного обучения, я думаю, что недостатки, являющиеся особенностью, действительно хороши. Ты мог бы быть довольно ужасным роботом в течение довольно долгого времени в обычной домашней обстановке или во всем мире в целом. И это в некотором роде очаровательно, и это твои недостатки, и ты влюбляешься в эти недостатки. Это сильно отличается от автономного вождения, где ставки очень высоки, ты не можешь все испортить. И поэтому, да, быть роботом дома гораздо веселее. Да, на самом деле, если вы думаете о C-Triple и R2-D2, у них на самом деле было много недостатков, несовершенств и глупостей, и они спорили друг с другом. Они действительно хорошо что-нибудь делали. Я не совсем уверен. Они определенно многое добавили к этой истории. Но там были какие-то причудливые элементы, и то, что они совершали ошибки и совершали поступки, просто делали их похожими, я не знаю. Милыми. Так что да, я думаю, что это могло бы быть чем-то таким, что, вероятно, произошло бы. Но наша первоначальная цель просто сделать это полезным. Я уверен, что мы это сделаем, я не уверен, каковы точные сроки, но у нас, вероятно, будет, я не знаю, приличный прототип к концу следующего года или что-то в этом роде. И это здорово, что это связано с автомобилем Тесла. Да, в нем много чего используется. В нем будет использоваться компьютер для вывода автопилота и многое из обучения, которое мы провели для четырех автомобилей. С точки зрения распознавания реальных вещей, может быть применено непосредственно к роботу. Но есть много пользовательских приводов и датчиков, которые необходимо разработать. И дополнительный модуль поверх векторного пространства для любви. Ах, да, этого не хватает. Окей, мы могли бы добавить это и в машину. Это правда. Да, это может быть полезно в любых условиях. Как ты сказал, многие люди спорят в машине, так что, может быть, мы сможем им помочь. Ты изучаешь историю, фанат подкаста «История хардкора» Дэна Карлина. Да, это здорово. Величайший подкаст когда-либо. Да, я думаю, что это так на самом деле. На самом деле это почти не считается подкастом. Это больше похоже на аудиокнигу. Да, значит, ты был в подкасте с Дэном, я только что поболтал с ним об этом. Он сказал, что вы, ребята, пошли в армию и все такое прочее. Да, по сути, это должно было называться инженерные войны. По сути, когда происходит быстрое изменение темпов развития технологий, то инженерия играет ключевую роль в победе в битве. Как далеко ты ушел в историю? Ты участвовал во Второй мировой войне. Ну, предполагалось, что это будет глубокое погружение в технологии истребителей и бомбардировщиков во время Второй мировой войны, но в итоге оно оказалось более масштабным. Потому что я только что попал в такую крысиную нору, как изучение всех истребителей и бомбардировщиков Второй мировой войны, и постоянная игра в камень, ножницы, бумага. Что одна страна сделает этот самолет, и они сделают самолет, чтобы победить это. И они попытаются сделать самолет, чтобы превзойти это, а потом они. И действительно, что важно, так это темпы инноваций, а также доступ к высококачественному топливу и сырью. Так вот, например, в Германии было несколько удивительных разработок, но они не могли их сделать, потому что не могли достать сырье. И у них была реальная проблема с нефтью и топливом, в основном качество топлива было крайне изменчивым. Так что узким местом была неконструкция? Да, в США было потрясающее топливо, это было очень стабильно. Проблема в том, что если вы делаете очень высокопроизводительный авиационный двигатель, чтобы сделать его высокопроизводительным, вы должны. Топливо, авиационный газ, должно быть однородной смесью. И оно должно иметь высокое октановое число. Высокое октановое число, это самое главное, но в нем также не должно быть подобных примесей и прочего, потому что ты испортишь двигатель. А у немца просто никогда не было хорошего доступа к маслу. Они пытаются заполучить его, вторгаясь на Кавказ, но это не слишком хорошо сработало. Это никогда хорошо не срабатывает. У них ничего не вышло. Приятно познакомиться. Германия всегда боролась в основном с дерьмовой нефтью, и поэтому они не могли, они не могли рассчитывать на высококачественное топливо для своих самолетов. Так что тогда у них должны были быть все эти присадки и все такое. В то время как у США было потрясающее топливо, и они предоставляли его также Британии. Это позволило британцам и американцам проектировать авиационные двигатели, которые были сверхвысокими по производительности, лучше, чем что-либо еще в мире. Германия могла проектировать двигатели, у них просто не было топлива. И к тому же качество алюминиевых сплавов, которые они получали, тоже было не таким уж хорошим, так что да. Ты говорил обо всем этом с Дэном? Да, круто. Широко рассматривая историю, когда ты смотришь на Чингисхана, когда ты смотришь на Сталина, Гитлера, самые мрачные моменты человеческой истории, что ты отнимаешь у этих моментов? Помогает ли это тебе получить представление о человеческой природе, о человеческом поведении сегодня? Будь то войны или отдельные люди, или просто поведение людей, любые аспекты истории. Да, я нахожу историю увлекательной. Просто было сделано много невероятных вещей, хороших и плохих, которые просто помогают тебе понять природу цивилизации и отдельных людей. Тебе не грустно, что люди делают такие вещи друг с другом? Ты смотришь на 20 век, Вторую мировую войну, жестокость злоупотребления властью. Поговори о коммунизме, марксизме и Сталине. Я имею в виду, что некоторые из этих вещей действительно случаются, я имею в виду, если ты, есть много человеческой истории. Но в основном это люди, которые просто живут своей жизнью. И это не похоже на то, что человеческая история, это просто непрерывная война и катастрофы. На самом деле это просто так, они случаются периодически и редко, и если бы их не было, то люди скоро прекратили бы свое существование. Но дело в том, что о войнах, как правило, много пишут. В то время, как о чем-то вроде обычного года, когда ничего серьезного не произошло, пишут не так уж много. Но это значит, что большинству людей просто нравится заниматься сельским хозяйством и как бы жить своей жизнью. Быть где-то сельским жителем. И время от времени идет война. Я должен был бы сказать, что не так уж много книг, которые я просто должен был перестать читать, потому что было слишком темно. Но книгу о Сталине при дворе Красной Звезды я перестал читать, она была слишком темной. Грубой. Да. Тридцатые годы. Там для меня много уроков. В частности, что мы чувствуем себя людьми, у всех нас есть это рвение, линия Солженицына, что грань между добром и злом проходит в сердце каждого человека. Что все мы способны на зло? Все мы способны на добро. это почти похоже на такую ответственность, что все мы должны стремиться к добру. И поэтому для меня взгляд на историю это почти как пример того, смотри, у тебя есть какой-то харизматичный лидер, который убеждает тебя в чем-то слишком легко, основываясь на этой истории, творить зло друг другу, своей семье другим. И это похоже на нашу ответственность творить добро. Это не похоже на то, что сейчас как-то отличается от истории, это может повториться, все это может повториться. И да, в большинстве случаев ты прав. Я имею в виду, оптимистичный взгляд здесь заключается в том, что в основном люди просто живут своей жизнью. И как ты часто отмечал в мемах, качество жизни в те времена было намного хуже, и со временем оно продолжает улучшаться благодаря инновациям, технологиям. Но все же как-то примечательно, что эти зверства случаются. Конечно. Да, я имею в виду, что жизнь была действительно тяжелой на протяжении большей части истории. Я имею в виду, что, вероятно, на протяжении большей части человеческой истории хорошим годом был бы тот, когда не так уж много людей в вашей деревне умерло от чумы голода, замерзания до смерти или было убито соседней деревней. Это похоже на... Ну, это было не так уж плохо. Это было всего лишь похоже на... Ты знаешь, мы потеряли пять процентов в этом году. Это был хороший год. Да, это было бы в порядке вещей. Просто не умереть с голоду было бы главной целью большинства людей на протяжении всей истории. Просто убедиться, что у нас будет достаточно еды, чтобы продержаться зиму и не замерзнуть или что-то еще. Ну да, урок здесь в том, чтобы быть благодарным за то, как обстоят дела сейчас для некоторых из нас. Мы говорили об этом в автономном режиме. Я бы с удовольствием выслушал твои мысли по этому поводу здесь. Если бы я сел для продолжительной личной беседы с президентом России Владимиром Путиным, ты бы потенциально захотел позвонить на несколько минут, чтобы присоединиться к разговору с ним, модерируемому и переведенному мной. Конечно, да, конечно, я был бы рад это сделать. Ты проявил интерес к русскому языку. Основано ли это на твоем интересе к истории лингвистической культуры, общем любопытстве? Я думаю, это звучит круто. Звучит круто, а не выглядит круто. Чтобы прочитать Кириллицу, требуется мгновение. Как только ты узнаешь, что на самом деле означают символы Кириллицы, читать по-русски становится намного легче, потому что есть много слов, которые на самом деле одно и то же. Как банк есть банк. Так что найди точно такие же слова, и теперь ты начинаешь понимать Кириллицу, да. Если ты можешь это озвучить, значит это много, есть хоть какая-то общность слов. А как же культура? Ты любишь великую инженерию, физику. Там есть традиции науки. Когда смотришь на 20 век, начиная с ракетостроения. Итак, некоторые из величайших ракет, некоторые исследования космоса, были проведены в Советском Союзе, в бывшем Советском Союзе. Да. Итак, ты черпаешь вдохновение из этой истории? Просто как эта культура во многих отношениях, я имею в виду, одна из печальных вещей, заключается в том, что из-за языка многое потеряно для истории, потому что это не переведено. Все такие виды, потому что это в некотором роде изолированная культура, она процветает внутри своей границы. Да. Так ты черпаешь вдохновение у этих людей, из истории науки и техники там? Да. Я имею в виду, что Советский Союз, Россия и Украина также имеют действительно богатую историю космических полетов. Как будто некоторые из самых передовых и впечатляющих вещей в истории были сделаны Советским Союзом. Нельзя не восхищаться впечатляющей ракетной технологией, которая была разработана. После своего рода распада Советского Союза произошло гораздо меньше событий, все еще что-то происходит, но уже не в том бешеном темпе, в каком это происходило. До того, как Советский Союз как бы распался на отдельные республики. Да. Я имею в виду, что есть Роскосмос, российское агентство. Я с нетерпением жду того времени, когда эти страны вместе с Китаем будут работать вместе, Соединенные Штаты, они все будут работать вместе. Может быть немного дружеской конкуренции, но... Я чувствую, что дружеская конкуренция — это хорошо. Правительство медлительное, а единственное, что медленнее одного правительства — это совокупность правительств. Да, Олимпийские игры были бы скучными, если бы все просто пересекли финишную черту в одно и то же время. Да. Никто бы не смотрел. Да. И люди не старались бы изо всех сил быстро бегать и все такое. Так что я думаю, дружеское соревнование — это хорошо. Это также хорошее место, чтобы выкликнуть видео под названием «Все генеалогическое древо советских ракетных двигателей Тима Дода», он же обычный астронавт. Это примерно полтора часа. В нем дается полная история советских ракет. И люди определенно должны пойти проверить и поддержать Тима в целом, этот парень очень взволнован будущим, очень взволнован космическими полетами. Каждый раз, когда я вижу что-нибудь от него, у меня просто глупая улыбка на лице, потому что он так взволнован. Да, Тим Дод, это я люблю таких людей. Действительно здорово, если тебя интересует что-то, связанное с космосом. Он, с точки зрения объяснения ракетной техники обычному человеку, просто потрясающий. Я бы сказал лучший. Я должен сказать, что главная причина, по которой я сменил НАСРЭПТО, в какой-то момент должна была стать водородным двигателем, но у водорода много проблем. У него очень низкая плотность. Это глубокий креоген, так что это всего лишь жидкость, очень близкая к абсолютному нулю. Требуется большая изоляция. Так что там было много проблем. И я действительно немного читал о разработке российских ракетных двигателей. По крайней мере у меня сложилось впечатление, что Советский Союз, Россия и Украина в первую очередь фактически находились в процессе перехода на металл. И там было несколько интересных тестов и данных для интернет-провайдера, они смогли подняться до 382-го интернет-провайдера с движком металл. И я такой, вау, окей, это действительно впечатляет. Так что я думаю, мы могли бы, вы действительно могли бы получить гораздо более низкую стоимость, оптимизированную стоимость одной тонны на орбиту, стоимость полета на Марс. Я думаю, что метановый вариант — это правильный путь. И я был отчасти вдохновлен российской работой над тестовыми концами с двигателями Металлокс. А теперь о чем-то совершенно другом. Ты не против сделать небольшой обзор мемов в духе великого, могущественного Пьюдипай? Давай скажем от 1 до 11, хорошо? Просто просмотри несколько распечатанных документов. Мы можем попробовать. Давай попробуем это. Я представляю тебе документ номер 1. Хорошо. Влад Цепиш открывает зефир. Да, это неплохо. Ты понял, потому что ему нравится насаживать вещи на кол. Да, я понимаю. Да, я понимаю, я не знаю, три, неважно. О, это не очень хорошо. Это заточено в какой-то инженере, в какой-то истории. Да, я ставлю этому 8 баллов из 10. Что ты думаешь об атомной энергетике? Я за ядерную энергетику. В месте, которое не подвержено экстремальным стихийным бедствиям. Я думаю, что это так. Новая атомная энергетика — отличный способ вырабатывать электроэнергию. Я не думаю, что мы должны закрывать атомные электростанции. Да, но как насчет Чернобыля? Вот именно. Я думаю, люди очень боятся радиации и всего такого. Я думаю, проблема в том, что многие люди просто не знают. Они не изучали инженерное дело или физику, так что они не знают, просто слово радиация звучит страшно. Так что они не знают, они не могут откалибровать, что означает радиация. Но радиация гораздо менее опасна, чем ты думаешь. Например, на Фукусиме, когда случилась проблема с Фукусимой из-за того цунами. У меня есть люди в Калифорнии, которые спрашивают меня, должны ли они беспокоиться о радиации от Фукусимы. И я отвечаю, определенно нет, даже немного, совсем нет. Это безумие. И просто чтобы показать, как это происходит, опасность настолько преувеличена по сравнению с тем, что есть на самом деле, что я действительно полетел на Фукусиму. И на самом деле, я пожертвовал солнечную энергетическую систему для водоочистной станции. И я взял за правило есть местные овощи по телевизору в Фукусиме. Я все еще жив. Хорошо. Так что дело даже не в том, что риск этих событий невелик, но их последствия, последствия сильно преувеличены. Такова человеческая природа. Люди не знают, что такое радиация. У меня были люди, которые спрашивали меня, а как насчет излучения от мобильных телефонов, вызывающего рак мозга? Я такой. Когда ты говоришь радиация, ты имеешь в виду фотоны или частицы? Они такие. Не знаю, что ты имеешь в виду под фотонами частицами. Ты имеешь в виду, скажем, фотоны, какая частота или длина волны? А они такие. Нет, я понятия не имею. Ты знаешь, что все вокруг постоянно излучает? Они такие. Что ты имеешь в виду? Типа все вокруг постоянно излучает. Фотоны испускаются, по сути, всеми объектами постоянно. И если ты хочешь знать, что значит стоять перед ядерным огнем, выйди наружу. Солнце — это гигантский термоядерный реактор, на который ты смотришь прямо на него. Ты все еще жив? Да. Хорошо. Удивительно. Да, я думаю, радиация — это одно из слов, которые некоторые люди могли бы использовать как инструмент для разжигания страха. Вот и все. Я думаю, люди просто не понимают. Я имею в виду, что это способ бороться с этим страхом. Я полагаю, просто понять, просто научиться. Да, просто скажи, хорошо, сколько людей на самом деле погибло в результате ядерных аварий. Это практически ни на что не похоже, и скажи, сколько людей погибло на угольных электростанциях. И это очень большая цифра. Очевидно, что мы не должны запускать угольные электростанции и закрывать атомные станции, просто это не имеет никакого смысла. Угольные электростанции, я не знаю, в сто тысячу раз вреднее для здоровья, чем атомные электростанции. Ты хочешь перейти на следующую? Это действительно плохо. Эти 90, 180 и 360 градусов. Все любят математику. Никому нет дела до 270. Это не супер смешно. Я не знаю, где-то два или три. Да. Это не та ситуация, лол. Да. Это довольно хороша. Соединенные Штаты колеблются между установлением и уничтожением диктатур. Это похоже на метро. Это метро, метроном. Да, это я не знаю, 7 из 10. Это отчасти правда. Это немного личное для меня. Следующий. О боже, это лайка. Да, нет, это... Или это относится к лайке, или что-то в этом роде. Это муж лайки. Муж, да. Привет. Да, это собака. Твою жену запустили в космос. И последний, он с закрытыми глазами и бутылкой водки. Да, лайка не вернулась. Нет. Они не рассказывают тебе всю историю о том, какое влияние это оказало на близких. Это правда. Этот человек получает от меня 11 баллов. Это просто продолжается на русскую тему. Первый человек в космосе, никому нет дела. Первый человек на Луне. Ну, я думаю, людям не все равно. Я знаю, но... Имя Юрия Гагарина навсегда останется в истории. Я думаю. Есть что-то особенное в том, чтобы ступить на другую, совершенно чужую землю. Это не путешествие, как у людей, которые исследуют океаны. Исследовать океаны не так важно, как высадиться на совершенно новом континенте. Да. О, это о тебе. А да. Я бы с удовольствием выслушал твой комментарий по этому поводу. Илон Маск отправил 6,6 миллиарда долларов в ООН, чтобы покончить с голодом в мире. У тебя есть три часа. Да, я имею в виду, очевидно, что 6 миллиардов долларов не положит конец голоду в мире. Я имею в виду реальность такова, что на данный момент мир производит гораздо больше продовольствия, чем он действительно может потребить. На данный момент у нас нет ограничений по калорийности. Так что там, где есть голод, это почти всегда происходит из-за гражданской войны, или междоусобицей, или чего-то в этом роде. Это не то, что крайне редко бывает просто из-за нехватки денег. В какой-то стране идет гражданская война, и одна часть страны буквально пытается уморить голодом другую часть страны. Так что это гораздо сложнее, чем то, что можно решить за деньги. Это геополитика, это много чего, это человеческая природа, это правительство, это деньги, денежные системы и все такое прочее. Да. Еда в наши дни чрезвычайно дешево. Я имею в виду, что на данный момент в США, среди семей с низким доходом, ожирение фактически стало проблемой. Это не так, очевидно, что это не голод, это слишком много, слишком много калорий. Дело не в том, что никто нигде не голоден, просто это непростой вопрос добавления денег и решения его. Как ты думаешь, что это даст? Получает ли он? Два. Просто гоняясь за империями. Мир, откуда у тебя эти артефакты? Британский музей. Это крик Монти Пайтон. Мы нашли их. Да, Британский музей, это здорово. Я имею в виду, что по общему признанию Британия действительно собрала эти исторические артефакты со всего мира и поместила их в Лондоне. Но это не значит, что люди не могут пойти посмотреть на них. Итак, Лондон удобное место, чтобы увидеть эти древние артефакты для большого сегмента мира. Так что я думаю, неуравновешенный Британский музей это очень хорошо. Ну, я уверен, что многие страны спорят по этому поводу. Да. Это похоже на то, что ты хочешь сделать эти исторические артефакты доступными для как можно большего числа людей. И Британский музей, я думаю, хорошо с этим справляется. Даже если в истории империи в целом есть и более мрачный аспект. Какой бы ни была империя, как бы там ни было. Это история, которая произошла. К сожалению, ты не можешь стереть эту историю. Ты просто можешь стать лучше в будущем. Вот в чем смысл. Да, я имею в виду, ну и как мы будем выносить моральное суждение об этих вещах. Если кто-то собирается судить, скажем, о Российской империи, ты должен судить о том, что все делали в то время, и как британцы относились ко всем. И я думаю, что британцы на самом деле получили бы относительно хорошую оценку, относительно хорошую оценку, не в абсолютном выражении. Но по сравнению с тем, что делали все остальные, они были не самыми худшими. Как я уже сказал, ты должен посмотреть на эти вещи в контексте истории того времени и сказать, каковы были альтернативы и с чем ты это сравниваешь. Да. И я не думаю, что Британия получила бы плохую оценку, если бы смотрела на историю в то время. Теперь, если ты судишь об истории, исходя из того, что сегодня морально приемлемо, ты, по сути, поставишь всем плохую оценку. Мне непонятно. Я не думаю, что кто-то получил бы проходной балл по своей морали, ты мог бы вернуться на 300 лет назад, кто получает проходной балл. В основном никто. И мы могли бы не получать проходной балл из поколения в поколение, да? Точно. Которые придут после населения. А что получает этот? Конечно. Шестерка, семерка. Может быть, за Монти Пайтона. Я всегда Монти Пайтон, они классные. Жизнь Брайана и поиски святого Граали невероятны. Да, да. Черт возьми, какие серьезные брови. Брежнев, насколько это важно, как ты думаешь, черт возьми? Волосы на лице, это залог великого лидерства? У тебя новая стрижка. Как это влияет на твое лидерство? Я не знаю. Надеюсь, что нет. Это не так. Это второе никто? Да, второе никто. Никто не может соперничать с Брежневым. Никого второго нет. Это похоже на эпические брови. Конечно. Это смешно. Дай ему шесть или семь, я не знаю. Мне нравится это, шекспировский анализ мемов. Брежнев, у него тоже была склонность к драматизму. Немецкая шутка. Да, да. Это должно быть из-за бровей. Хорошо. Изобретение, отличная инженерия. Посмотри, что я изобрел. Это лучшая вещь с тех пор, как я рву хлеб. Да, ведь они изобрели нарезанный хлеб. Я что, просто объясняю мемы на данном этапе. Вот во что превратилась моя жизнь. Он повелитель мемов, а ты объясняешь мемы. Я мем как песец, который бегает с королями и просто записывает мемы. Я имею в виду, когда был изобретен чизбургер. Это эпическое изобретение. Да. Типа вау. По сравнению с просто гамбургером. Или гамбургером, я думаю, гамбургером в целом. Тогда вопрос в том, что это за гамбургер. Что такое сэндвич? А потом ты начинаешь получать пиццу или сэндвич. А каков оригинал? Это переходит в спор об антологии. Да, но все знают, что если ты заказываешь гамбургер или чизбургер, или что-то еще, и получаешь помидор, немного салата, лук и все такое, майонез, кетчуп и горчицу, это просто эпично. Да, но я уверен, что они уже давно едят хлеб и мясо отдельно. И это было что-то вроде гамбургера на одной тарелке, но кто-то, кто на самом деле объединил их в одно и то же, а затем откусил и подержал, делает это удобным. Это проблема с материалами. Как бы твои руки не испачкались и все такое. Да, это брил. Это не то, о чем я бы догадался. Но все знают, если ты заказываешь чизбургер, ты знаешь, что получишь, это не похоже на какого-то ту пиццу, интересно, что я получу. Картошка фри, это я имею в виду здорово. Я имею в виду, это дьявол, но картошка фри, это круто. Да, пицца невероятная. Инновациям в еде не хватает любви. Да, я думаю, это то, к чему мы клоним. Это здорово. А как насчет Мэтью МакКонахи, а стени-то здесь? Президент Кеннеди, ты уже знаешь, как отправить людей на Луну? НАСА нет. Президент Кеннеди было бы намного круче, если бы ты это сделал. В значительной степени, конечно. Шесть, шесть или семь, я полагаю. И это последний. Это забавно. Кто-то нарисовал кучу членов по всем стенам. Секстинская капелла, туалет для мальчиков. Конечно, я поставлю 9 баллов. Это действительно правда. Это наш самый рейтинговый мем на сегодня. Я имею в виду, это правда, как им это сошло с рук. Много ноготы. Я имею в виду фотографии членов. Это я имею в виду просто нечто на протяжении всей истории. До тех пор, пока люди умеют рисовать, существовала фотография члена. Это один из основных элементов человеческой истории. Это один из основных элементов, неизменной на протяжении всей человеческой истории. Ты написал в Твиттере, что стремишься к комедии, ты дружишь с Джо Роганом, не мог бы ты когда-нибудь в будущем сняться в короткой стендап-комедии? Может быть, откроешься для Джо? Что-нибудь в этом роде? Это правда? Встань? На самом деле просто встань во весь рост. Встань во весь рост. Это там или нет? Я никогда об этом не думал. Это чрезвычайно сложно, по крайней мере, так говорят Джо и комики. А, интересно, смог бы я это сделать? Есть только один способ выяснить. Я сделал стендап для друзей, просто экспромт. Я залезу на крышу, и они действительно смеются, но они тоже все друзья. Так что я не знаю, есть ли у тебя комната с незнакомцами. Неужели они тоже сочтут это забавным, но я мог бы попробовать. Посмотрим, что получится. Я думаю, ты в любом случае чему-нибудь научишься. Да. Мне нравится и тогда, и тогда, когда ты преуспеваешь, просто наблюдая за людьми, как они справляются с этим. Это так трудно. Ты такой хрупкий там, наверху. Это всего лишь ты. И ты думаешь, что будешь смешным, и когда все полностью рушится, просто прекрасно видеть, как люди справляются с этим. Я думаю, у меня может быть достаточно материала, чтобы сделать стендап. Я никогда не думал об этом, но у меня может быть достаточно материала. Я не знаю, минут 15 или что-то в этом роде. А да, да. Сделай специальный выпуск на Нетфликс. Специальный выпуск на Нетфликс, конечно. Какая твоя любимая концепция Рика и Морти? Просто чтобы донести это до тебя, не так ли там исследовано много научно-технических идей? Вот любимый Рик и Морти, вот робот-масло. Да, это отличное шоу. Тебе нравится? Да, Рик и Морти потрясающие. Там появился кто-то точно такой же, как ты, из альтернативного измерения. Илон Туск. Да, правильно. Это ты озвучил. Да, Рик и Морти, безусловно, исследуют много интересных концепций. Конечно, нравится, какая из них самая любимая. Робот-масло, безусловно, таков, в устройстве, безусловно, может быть слишком много разума. Ты же не хочешь, чтобы твой тостер был супергениальным тостером. Он возненавидит жизнь, потому что все, что он может приготовить, это тосты. Это похоже на то, что ты же не хочешь, чтобы суперинтеллектуал застрял в очень ограниченном устройстве. Тебе не кажется, что это слишком просто с точки зрения, если мы говорим с инженерной точки зрения суперинтеллектуала, как в случае с Марвином-роботом? Кажется, было бы очень легко спроектировать просто робота с депрессией. Конечно, не очевидно спроектировать робота, который найдет полноценное существование. Я полагаю, то же самое, что и люди. Интересно, это похоже на то, что по умолчанию, если ты плохо поработаешь над созданием робота, это будет очень печально. Ну что же, мы можем перепрограммировать роботов проще, чем людей. Я думаю, если ты позволишь ему развиваться, не вмешиваясь, то это может стать грустно, но ты можешь изменить функцию оптимизации и сделать его жизнерадостным роботом. Как я уже упоминал в случае со SpaceX, ты даешь многим людям надежду, и многие люди смотрят на тебя снизу вверх, миллионы людей смотрят на тебя снизу вверх. Если мы подумаем о молодых людях в старшей школе, может быть в колледже, какой совет ты бы им дал по поводу? Если они хотят попытаться сделать что-то большое в этом мире, они хотят действительно оказать большое положительное влияние, какой совет ты бы им дал относительно их карьеры? Может быть о жизни в целом? Постарайся быть полезным. Делай то, что полезно твоим собратьям, всему миру. Очень трудно быть полезным. Ты вносишь больше вклада, чем потребляешь. Постарайся внести положительный чистый вклад в общество. Я думаю, это то, к чему нужно стремиться. Не пытайся быть кем-то вроде лидера ради того, чтобы быть лидером или что-то в этом роде. В большинстве случаев люди, которых ты хочешь видеть лидерами, это люди, которые не хотят быть лидерами. Если ты живешь полезной жизнью, это хорошая жизнь, жизнь, которую стоит прожить. Как я уже сказал, я бы посоветовал людям использовать ментальные инструменты физики и широко применять их в жизни. Это лучшие инструменты. Когда ты думаешь об образовании и самообразовании, что бы ты посоветовал? Итак, есть университет, есть самообучение, есть практический опыт, вроде как найти компанию, или место, или группу людей, которые занимаются тем, чем ты увлечен, и присоединиться к ним как можно раньше. Можно отправиться в путешествие по Европе на несколько лет и написать несколько стихов. Какую траекторию ты предлагаешь? С точки зрения изучения того, как ты можешь стать полезным, как ты уже упоминал, как ты можешь оказать наибольшее положительное влияние. Я призываю людей читать много книг, просто читайте. В основном старайтесь усвоить как можно больше информации, а также старайтесь просто развить хорошие общие знания. Что бы у тебя было хотя бы приблизительное представление о ландшафте знаний, постарайся узнать немного о многих вещах. Ведь ты можешь не знать, что тебя действительно интересует. Откуда тебе знать, что тебя действительно интересует, если тебе, по крайней мере, не нравится это делать? Периферийное исследование в широком смысле ландшафта знаний. Поговори с людьми из разных слоев общества и разных отраслей, профессий, навыков и занятий, просто попробуй. Узнай как можно больше. Будь в поиске смысла жизни. Разве все это не поиск смысла? Да, в чем смысл жизни и все такое. Но в целом, как я уже сказал, я бы посоветовал людям широко читать в самых разных предметных областях, а затем попытаться найти что-то, где ваши таланты пересекаются с тем, что вас интересует. Значит, люди могут быть хороши в чем-то, или у них могут быть навыки в какой-то конкретной вещи, но им не нравится это делать. Значит, ты хочешь попытаться найти вещь, которая хорошо сочетала бы то, в чем ты по своей сути хорош, но тебе также нравится это делать. А чтение — это супер-быстрый способ понять, где ты находишься, вы оба хороши в этом, вам нравится это делать, и это действительно окажет положительное влияние. Ну что же, ты должен как-то узнавать о вещах. Так что читай широкий круг, просто читай по-настоящему. Еще важнее было то, что в детстве я читал энциклопедию. Так что это было очень полезно. И там было много всего такого, о существовании чего я даже не подозревал, ну много очевидно. Это настолько широко, насколько это возможно. Энциклопедии были внушаемы, я думаю, что бы там ни было 40 лет назад. Может быть, прочитай сокращенную версию британской энциклопедии, я бы рекомендовал это. Ты всегда можешь пропустить темы, так что ты прочитаешь несколько абзацев и поймешь, что тебе это неинтересно, просто переходи к следующему. Так что читай энциклопедию или бегло просматривай ее. Я много вкладываю и, конечно, очень уважаю того, кто честно трудится целый день, чтобы делать полезные вещи. И просто в целом, чтобы иметь мышление, а не с нулевой суммой, или больше похожее на мышление вырастить пирог. Когда я вижу, как люди, возможно, в том числе некоторые очень умные люди, занимают такую позицию, мне нравится делать вещи, которые кажутся сомнительными с моральной точки зрения. Часто это происходит потому, что у них на базовом аксиоматическом уровне мышление с нулевой суммой. И они сами того не осознавая не осознают, что у них мышление с нулевой суммой, или, по крайней мере, они не осознают этого сознательно. Итак, если у тебя мышление с нулевой суммой, то единственный способ продвинуться вперед, это брать что-то у других. Если пирог исправлен, то единственный способ получить больше пирога, это взять чужой пирог. Но это ложь. Очевидно, что пирог резко вырос с течением времени, экономический пирог. На самом деле, ты можешь иметь, лоупотребляя этой аналогией, у нас может быть много, там много пирога. Мой пирог не исправлен. Итак, ты действительно хочешь убедиться, что не действуешь, не осознавая этого, исходя из мышления с нулевой суммой. Там, где единственный способ продвинуться вперед, это брать что-то у других, это приведет к тому, что ты будешь пытаться брать что-то у других, а это нехорошо. Гораздо лучше работать над тем, чтобы увеличить свой экономический пирог. Как я уже сказал, создавая больше, чем потребляешь. Я делаю больше, чем ты, да. Так что это большое дело. Я думаю, что в сфере финансов есть изрядное количество людей, у которых действительно есть мышление с нулевой суммой. Я имею в виду, это касается всех слоев общества. Я это видел. Одна из причин, по которой Роган вдохновляет меня, заключается в том, что он много празднует других, а не создает постоянную конкуренцию, как в условиях нехватки ресурсов. И то, что происходит, когда ты празднуешь других и продвигаешь других, идеи других, на самом деле увеличивает этот пирог. Ресурсы становятся менее дефицитными. И это применимо во многих областях. Это применимо и в академических кругах, где многие люди очень серьезно относятся к некоторому финансированию академических исследований как к нулевой сумме. Это не так, если вы празднуете друг друга, если вы делаете, если вы заставляете всех быть в восторге от искусственного интеллекта, от физики, от математики. Я думаю, что финансирование будет все больше и больше, и я думаю, что все выиграют. Да, это относится, я думаю, в широком смысле. Да, да, именно так. Итак, последний вопрос о любви и смысле жизни. Какова роль любви в человеческом состоянии в целом и более конкретно для тебя? Как любовь, романтическая любовь или какая-то другая, сделала тебя лучшим человеком, лучшим человеческим существом, лучшим инженером? Теперь ты задаешь действительно запутанные вопросы. Это трудно понять. Я имею в виду, что есть много книг, стихов и песен, написанных о том, что такое любовь, и что такое, что именно, что такое любовь, детка, не делай мне больно. Это одна из самых замечательных вещей, да? Ты уже цитировал Шекспира, но это действительно так. Да. Любовь — это великая вещь. Я имею в виду, что есть... Ведь мы говорили о стольких вдохновляющих вещах, таких как быть полезным миру, вроде как решать проблемы, облегчать страдания. Но похоже, что связь между людьми — это источник. Это источник радости, это источник смысла, и это то, что такое любовь, дружба, любовь. Мне просто интересно, думаешь ли ты о подобных вещах, когда говоришь о сохранении света человеческого сознания. Верно. И мы становимся многопланетным видом. Я имею в виду, что, по крайней мере, для меня это означает, что если мы просто одиноки, сознательны и разумны, это значит далеко не так много, как если бы мы были с другими. Не так ли? И когда мы вместе, создается какая-то магия. Это дружба, и я думаю, что высшая ее форма — это любовь, которая, по-моему, в целом гораздо больше, чем просто романтика, но тоже да. Романтическая любовь, семья и тому подобные вещи. Ну, я имею в виду причину, по которой я думаю, я забочусь о том, чтобы мы стали многопланетным видом и космической цивилизацией, заключается в том, что я люблю человечество. И поэтому я хочу видеть его процветающим, совершать великие дела и быть счастливым, и если бы я не любил человечество, меня бы это не волновало. Так что, когда ты смотришь на всю человеческую историю, на всех людей, которые когда-либо жили, на всех людей, живущих сейчас, это прекрасно, мы в порядке. В целом, мы довольно интересная компания. Да. Учитывая все обстоятельства, и я прочитал много историй, в том числе самые мрачные, худшие ее части. Несмотря на все это, я думаю, в целом, я все еще люблю человечество. Ты пошутил по этому поводу, 45-летний? В чем, по-твоему, смысл всего этого? А есть ли не числовое представление? О, я должен сказать, что да. Ну, на самом деле, я думаю, что Дук Сандерс говорил в путеводителе автостопом по галактике, что Вселенная — это ответ. Что нам действительно нужно выяснить, так это какие вопросы задавать по поводу ответа, которым является Вселенная. И что этот вопрос действительно самая трудная часть. И если ты сможешь правильно сформулировать вопрос, то ответ, условно говоря, будет легким. Поэтому, если ты хочешь понять, какие вопросы задавать об университете, ты хочешь понять смысл жизни, нам нужно расширить сферу и масштаб сознания, чтобы мы могли лучше понять природу Вселенной и понять смысл жизни. И в конечном счете, самой важной частью будет задать правильный вопрос. Да. Тем самым повысив роль интервьюера, да, именно так. Как самого важного человека в комнате. Хорошие вопросы — это то, что трудно придумать хорошие вопросы. Абсолютно верно. Но да, это основа моей философии, мне любопытна природа Вселенной. И, очевидно, я умру. Я не знаю, когда я умру, но я не буду жить вечно. Но я хотел бы знать, что мы находимся на пути к пониманию природы Вселенной и смысла жизни, а также того, какие вопросы следует задавать об ответе, которым является Вселенная. И поэтому, если мы расширим масштабу в целом, которая включает в себя кремниевое сознание, то это кажется в корне хорошей вещью. Илон, как я уже сказал, я глубоко благодарен тебе за то, что ты потратил свое чрезвычайно ценное время со мной сегодня. А также за то, что ты дал миллионам людей надежду в это трудное время, в это время разногласий и в это циничное время. Так что я надеюсь, что ты продолжишь делать то, что делаешь. Большое тебе спасибо за сегодняшний разговор. О, не за что. Спасибо за твои отличные вопросы.